Чувак, ты войну развязал. Погоны. Ну если вы хотите отдать Путину какие-то земли, почему бы не отдать ему Прованс, например? Принимается претензия. Принимается. Признаю вас. Что я агент Госдепа, что я агент ФСБ, может быть, я беру деньги у олигархов? На самом деле, конечно, я боюсь тюрьмы. Но еще меньше я хочу покидать свою страну. Я никуда отсюда не уеду. Мы пишем это интервью в Стамбуле, но уже завтра ты будешь в Москве. Ты остаешься одним из последних оппозиционных политиков, который на свободе и не уехал из России. О том, как в этом статусе живется, мы хотели бы с тобой сегодня поговорить. Для начала, как проходит твой день, и сколько в нем мыслей о том, что этот день может быть последним на свободе? С одной стороны, конечно, много всяких гнетущих мыслей. Потому что я прекрасно понимаю, ситуация такая складывается, что в любой момент могут прийти, увезти, заявиться с обыском и так далее. И нет ощущения завтрашнего дня. Ну, ты не понимаешь, что с тобой будет завтра. Но в то же время отсутствие ощущения завтрашнего дня каким-то удивительным образом учит ценить день сегодняшний. То есть вот у меня ощущение, что сейчас я живу прям по-настоящему полной жизнью. Я просыпаюсь утром. Я понимаю, что я проснулся от будильника, а не от стука в дверь. У меня сразу улучшается настроение. И как-то есть желание жить. Я проживаю день очень насыщенно. Я встречаюсь с друзьями, я работаю. Я, не знаю, читаю книжки. Делаю много... Мне кажется, сейчас моя продуктивность на очень высоком уровне. Вот ровно потому, что я понимаю, этот день может быть последним на свободе. И ты начинаешь ценить такие вещи. Как ты сам объясняешь, почему тебя до сих пор не тронули? Я много об этом думал, как ты можешь догадаться. И у меня такая рабочая... Опять же, это все гипотеза и догадки. Потому что в действиях власти, как правило, нет никакого рационального расчета. Они абсолютно иррационально могут кого-то арестовать. Абсолютно иррационально и непредсказуемо могут кого-то выпустить на свободу. И такое ощущение, что там решения принимаются довольно хаотически. По поводу меня, как мне кажется, я думаю, они в целом не очень хотят множить число проблемных политзаключенных. Ну то есть вот там, посадили Навального. Он же не замолчал. Он там пишет какие-то посты. Он выступает с трибуны, там громит всю эту систему и так далее. Ну то есть все равно как-то даже за решеткой он остается довольно проблемным политзеком. Он не сломался. Есть вот там Володя Карамурза, которого тоже недавно арестовали. И он тоже использует эту судебную площадку как трибуну и тоже выступает там с антивоенных позиций. Не замолчал, не сломался. Я думаю, они прекрасно понимают, что если меня завтра посадят, я тоже не буду молчать. Я тоже там вряд ли забьюсь там под лавку и вряд ли буду молчать в тряпочку. Поэтому им гораздо интереснее сделать так, чтобы я уехал из страны. Вот все, что происходит со мной в последние месяцы, это такое вежливое приглашение в эмиграцию. Вот мы на тебя возбудили там три административных дела. Не одно. Сначала даже четыре возбудили, в итоге до суда три дошло. Ну то есть, ну как это еще расценивать, Илья? Ну ты понимаешь, там да, следующее будет уже там уголовное. Они разгромили мой муниципалитет. Один из моих товарищей, депутат Алексей Горинов, находится за решеткой, просто вдумайся, за то, что предложил во время войны не проводить районные праздники. Говорит, ну ребят, сейчас там люди гибнут, наверное, не самое хорошее время, чтобы проводить районные праздники. Это дискредитация? Да, вот сам факт этого выступления на Совете депутатов был расценен как фейк, значит, о российской армии. Он уже там месяц находится за решеткой. Глава муниципального округа Красносельский, Елена Котеночкина, моя преемница на этом посту, кто успел уехать из страны, сейчас находится в розыске, заочно арестована. Ну то есть все, что происходит вокруг меня, это такие явные намеки, сигналы. Там, чувак, ну ты немножко утомил, давай вот там говори, что хочешь, мы тебя пока не арестовываем, но мы явно даем тебе понять, что нужно уехать. И поскольку я не уезжаю, они вокруг меня, мне кажется, пытаются создать такое пространство для конспирологии. Потому что, ну я там не замолкаю, я там выступаю, я говорю то, что я считаю нужным, я называю спецоперацию войной, чем она по факту и является. И люди как-то на меня косо смотрят. Ну то есть людей в России арестовывают за гораздо меньшее, а этого не трогают. Вот смотри, мы же то же самое все проходили с Навальным в свое время. Навальный публиковал расследование, рассказывал там про яхты, оскорблял представителей власти. И все говорили, ну как, почему? Почему его никто не сажает? Почему его не убивают? Ну как он может себе такое позволить? Ну точно кто-то за ним стоит. Ну точно там либо ФСБ, либо какая-то башня кремлевская его крышует. Но не может такое происходить. Не может быть такого, чтобы человека за это не убили или хотя бы не посадили. Ну, как мы видим на примере Навального, это все до поры до времени. Мы на Мальте. Самая миниатюрная страна ЕС считается одним из главных центров языкового туризма в Европе. На острове работают более 40 английских школ. Каждый год сюда приезжают десятки тысяч студентов со всего мира, чтобы учить английский. Особенно летом, когда уроки можно совмещать с пляжным отдыхом. По официальным данным, за последний доковидный 2019 год студенты из России занимали здесь четвертое место по численности. В этом году статистика будет другой. Но если ваши планы на лето входило подтянуть английский себе или детям, это можно сделать и онлайн в школе Skyeng. Мы уже несколько раз рассказывали про Skyeng и основные особенности обучения здесь. Начало лета — отличный повод напомнить главное. Skyeng — индивидуальный подход каждому ученику, и учеба здесь строится, исходя из ваших интересов и задач. Вначале вы формулируете цель обучения, например, прохождение собеседования на английском, и выбираете из 49 интересов — от спорта и кино до экономики и политики. На основе выбранных тем будет составлена ваша персональная программа. Делается это для того, чтобы учеба была максимально эффективной, и вам было комфортно поддерживать диалог и развивать разговорные навыки. С кем именно заниматься — решаете вы. Skyeng работает 15 тысяч преподавателей со всего мира. Есть и русскоязычные, и носители языка. Можно получить информацию о каждом преподавателе и прослушать аудио с его произношения. В Skyeng есть специальные профессиональные курсы — английские для работников IT, менеджеров, фармацевтов и много других направлений. А во время обучения можно не ограничиваться индивидуальными занятиями с преподавателями и миксовать разные форматы — разговорные клубы, интерактивные мастер-классы, игры и тренинги, короткие 15-минутные разговоры с носителями языка. Еще в Skyeng работает отдельное направление для детей и подростков — SkySmart. И здесь за лето можно подтянуть не только английский, но и другие основные предметы из школьной программы. Плюс программирование из шахмата. И в Skyeng, и в SkySmart выгоднее покупать большие пакеты. Сейчас на них действует скидка 45%. Причем покупать их можно в рассрочку — без банков, переплат и оформления документов. Недавно здесь появилась новая функция — можно купить большой пакет уроков и разделить его вместе с ребенком или с другим членом семьи. А по вот этому промокоду будет бонус — плюс три урока. Для взрослых — по-английскому, для детей — по любому предмету программы SkySmart. Переходим по ссылке в описании, записываем все на уроки в Skyeng и SkySmart. И проводим лето с пользой. — Ты как-то готовишься к тюрьме? Навальный, например, рассказывал, что всегда надо здоровье держать в порядке, и особенно с зубы. Ровно этим я занялся после 24 февраля. Вот как только полетели первые ракеты в сторону Украины, я пошел к дантисту и, значит, привел в порядок всю свою челюсть. Все там дырки, все кариесы, все запломбировал, и зубы у меня в полном порядке теперь. Хотя я боюсь, так честно говоря, стоматологов, но я как-то вот взял волю в кулак, я понял, что если действительно придется отправиться за решетку, там никто тебе зубы лечить не будет. Но в первую очередь ты должен быть готов морально. И с этим, откровенно говоря, проблемы нет. Потому что, во-первых, я несу ответственность только за себя. Так сложилось, что у меня нет ни семьи, ни детей, и на меня довольно сложно сейчас надавить. Как правило, на человека, вот там, опять же, Карамурза, который сейчас сидит, он очень стойко сидит, не ломается и ведет себя очень мужественно. Но я разговариваю с его адвокатами, вот он письма пишет, и я понимаю, и я знаю, что главная проблема для него сейчас – это то, что его дети остались, ну, без отца. И он не может, не имеет возможности с ними общаться. У меня такой проблемы нет. Я отвечаю только за самого себя, и мне в этом смысле, конечно, проще. То есть, возможность надавить на меня гораздо меньше. Но, вообще, я тебе могу вот рассказать историю, когда я принял мысль, что, может быть, мне придется оказаться в тюрьме, и как я вот с этой мыслью справлялся, так сказать. В 2012 году на Болотной площади были столкновения протестующих с полицией. После этого было возбуждено уголовное дело, которое стало резонансным, стало известно как «болотное дело». Начались массовые аресты, обыски, задержания. И я был одним из потенциальных фигурантов. В итоге я остался свидетелем, но это был очень напряженный момент в моей жизни, потому что в июне пришли с обыском по нескольким адресам, где я жил, пришли в мою квартиру, в квартиру моих родителей. И мне дали повестку, это был, по-моему, понедельник, и вот мне дали повестку на пятницу. В пятницу нужно было идти на новый допрос. И в четверг накануне мне позвонила знакомая журналистка, которая работала в одном из государственных информагентств, и сказала, что надо срочно встретиться, потому что у нее есть важная прямо для меня информация. И она рассказала, что накануне была на закрытом таком брифинге у тогдашнего пресс-секретаря Следственного комитета генерала Маркина. Может быть, помнишь, такой был? — Представитель, да. — Да, он недавно умер. И она пришла к нему на брифинг в кабинет, он что-то там рассказал, там было несколько журналистов, и он попросил ее задержаться в кабинете, потому что нужно было там что-то еще ей уточнить. И вышла с кабинета. И она минут на десять осталась в этом кабинете. Ну и она сидела там, залипала в телефон, и в какой-то момент обратила внимание, что на его столе, прямо на видном месте, лежит бумага. Она заглянула в эту бумагу и увидела, что это пресс-релиз Следственного комитета, датированный завтрашним числом. — Так, и что там было? — О моем аресте. Следствие ходатайствует в суд. Допрошен, значит, Илья Яшин. Следствие ходатайствует в суд об избрании в качестве меры пресечения. Заключение под стражу. Она говорит, Илья, тебя завтра арестуют. К десяти утра мне надо было идти на допрос. Мы с ней встретились где-то в шесть часов вечера. И вот у меня была ночь для того, чтобы принять решение. Ну то есть ты либо садишься в машину, и тогда еще границы были открытые через Беларусь, и дальше уже в Европу. Ну либо ты идешь на допрос. Ну я понимал, конечно, что это, возможно, такая штука называется оперативная игра. — Что ее специально оставили? — Специально. Такая провокация, чтобы, знаешь, вот как бы на понт взять, спугнуть тебя и посмотреть, как ты будешь реагировать. Я допускал. — Они знали, что вы знакомы? — Конечно, конечно. Ну то есть мы не скрывали там то, что мы дружим, и это, в общем, достаточно легко можно было выяснить. И через нее таким образом мне вот передали информацию, которая должна была меня напугать. Ну и слушай, не буду скрывать, она меня напугала. Это была, наверное, одна из самых тяжелых ночей в моей жизни, если не считать ночь убийства Бориса Немцова. И я там, не знаю, мне кажется, не спал вообще эту ночь, я вот думал, что делать. Я помню, я поехал, встретился с Людмилой Алексеевой, правозащитницей, и вот как-то с ней советовался, созванивался с друзьями, вот там долго сидел, обсуждал. Ну я понял, что надо идти на допрос все равно. Я собрал там рюкзачок, и я понял, что я не готов. Я не готов уезжать. — Чем закончилось? — Закончилось тем, что меня встретил абсолютно удивленный следователь и сказал, ты чего? Я говорю, ну так что, вот повестка? Мы говорим, да ладно, повестка, ну пойдем, чайку попьем. Допроса не было как такового. То есть мы посидели, попили чаю, как-то поговорили за жизнь, и стало понятно, что это действительно был способ давления, то есть способ выдавить меня из страны. И вот эта вот ночь, когда я буквально прожил вот это вот, все эти страхи, пропустил их через себя, и я к утру понял, что ну да, вот может так сложиться, что сегодня я буду ночевать не у себя дома, а буду ночевать за решеткой. Возможно, жизнь так сложится, что несколько лет ближайших придется провести за решеткой. Но если уж ты взвалил на себя такую ответственность, ну значит, ты должен быть к этому готов. У тебя на канале вышел даже не выпуск, а фильм про то, как ты ездил свидетелем на суд к Навальному. Фильм в том числе, потому что ты снимал человека, который занимается документальным кино. И там есть значительная часть этого фильма — это твой диалог с женщиной, которая встречает тебя в покрове. Я вчера полазила так в интернете, про вас посмотрела. Документальные фильмы, ну там, штуки три, наверное. Там два ролика, сразу говорю, плохие. Один очень хороший про вашу жену, как вы с ней познакомились, абсолютно романтично. Голос за кадром, такие фотографии. Вообще мне очень понравилось. Потом я посмотрел про Наваль. Я развелся. Развелся? Жаль. Жаль, очень прям. Что это за женщина? Это просто вот жительница города Покрова, которая то ли восемь, то ли девять лет провела с решеткой. Она живет, вот как-то нам там помогала с организацией съемок. И сопровождала, собственно, в тюрьму. Ну да, да. То есть она знакомая режиссера Дмитрия Кубасова, который этот фильм снимал, и ему показалась интересной вот такой находкой, если мы с ней пообщаемся в кафе. За что она сидела? По-моему, за наркотики. Народная статья. Она несколько раз тебе проговаривает. Илюш, ты, пожалуйста, не попадай туда. Там ужасно. Там ужасно. Это страшно, Илья. Илья, это страшно то, что вот… Ну, конечно, мы сейчас сидим, смеемся, хихихаха, но не дай бог, что с тобой случится, Илья. Ну, просто не дай бог. Ты подумай просто о своих близких, там, мама, папа, жены, даже бывшие. Поверь, это очень страшно. Оказаться там, правда. Если мы все бывшие. Правда, врагу не пожелай. А ты прямо вот… Твоя реакция была… Она, знаешь, напоминала такое вот немножко фанфаронство. То есть ты выглядел человеком, который, наоборот, стремится туда, не конкретно свидетелем в этот день, а просто ты не прочь оказаться на зоне, потому что понимаешь, что тебя как политика это сделает заметнее. Я ошибочно считал эти эмоции или это похоже на правду? Не совсем. Ну, вот скажу, как есть. Это, скорее, такая психологическая защита. То есть, на самом деле, конечно, я боюсь тюрьмы. Конечно, я не хочу там оказаться. И, конечно, знаешь, там… Там, не знаю, популярность, которую там может мне добавить тюрьма, не стоит того, чтобы оказаться в этих местах. И я не хочу там оказаться. Но это те риски, которые я на себя беру, потому что… Ну, как тебе объяснить? Иначе вся моя деятельность в моем понимании просто лишается смысла. То есть, если ты гнешься под этим давлением, если тебя пугают, и ты начинаешь пятиться, то тебе надо заниматься чем-то другим. Опять же, это мое внутреннее понимание того, как надо заниматься оппозиционной политикой в России. Вот передо мной есть пример Навального, которого так пугали, как не пугали никого из нас. Человека не просто сажали. Человека не просто там, знаешь, задерживали. Не просто там за ним следили и ходили по пятам. Человека реально пытались убить. Он выжил чудом. И я знаю точно, что первое, что сказал Навальный, когда пришел в себя после отравления в берлинской клинике… Ну, то есть он пришел в себя, посмотрел по сторонам, сориентировался, где он находится, и задал врачам вопрос, когда я смогу вернуться в Россию. Я очень это уважаю. И мне это очень близко по-человечески. Я не хочу, чтобы меня убили. Я не хочу за решетку. Но еще меньше я хочу покидать свою страну. И я никуда отсюда не уеду. Какое впечатление у тебя осталось от поездки в Покров на суд к Навальному? Фильм очень депрессивное впечатление оставляет. Сложное и неоднозначное, извини опять за этот штамп, впечатление у меня осталось. Потому что, с одной стороны, действительно какая-то депрессуха. Мы выезжали в четыре утра на вот этой вот ночной электричке со сломанной дверью. Вот я там стою, значит, в тамбуре, проносятся деревья за окном, свистит ветер, какие-то там люди выпившие. Мы приезжаем, сломанный пешеходный переход, какое-то это дорожное кафе. Но этого нет в кадре, потому что Кубасов не смог зайти со мной на территорию колонии. Но общение с Навальным, короткое, оно на самом деле добавило, ну, какое-то такое воодушевление, какой-то жизненной энергии. Потому что, знаешь, это удивительно, но Навальный, прекрасно понимая, в общем, в какую ситуацию он оказался, и прекрасно понимая, что его там ждут непростые годы, сохраняет какой-то очень мощный внутренний стержень. И вот эта его вера в прекрасную Россию будущего и в том, что все будет хорошо, все будет нормально, она передается окружающим людям. Мы с Навальным буквально там пять минут успели пообщаться до начала судебного заседания. Меня завели в зал, Навальный сидел рядом с адвокатами, и мы вот с ним там пообщались буквально пять минут. Но вот этих пяти минут хватило для того, чтобы это мрачное ощущение как-то, ну, не знаю, развеялось, и я вышел прям в хорошем настроении из колонии, потому что, ну, слушай, если Навальный не унывает за решеткой, ну, мне-то уж как-то совсем стыдно было бы раскиснуть. — Физически он выглядит сильно хуже. Ощущение, что этот год тюрьмы у него здоровье забрал. При более близком приближении это так же выглядит? — Он сильно похудел, но, мне кажется, тут даже дело не в тюрьме. Ну, во-первых, он голодовку перенес достаточно болезненно, во-вторых, все-таки он до конца, насколько я понимаю, недолечился и поспешил с возвращением в Россию. Хотя ни с кем не советовался по этому вопросу. Но Навальный в порядке. Физически он, я так понимаю, постарается поддерживать форму. В интеллектуальном плане он в полном порядке. И, ну вот, знаешь, гвозди бы делать из этих людей, что называется. — Как твое отношение к нему менялось за то время, что он участвовал в политике? — Ну, мы с Навальным знакомы очень много лет. Мы познакомились то ли в 2000-м, то ли в 2001-м году. То есть практически одновременно начали заниматься политикой. Я возглавил тогда, в 2001-м году, московскую ячейку молодежного яблока, а он возглавил районную ячейку яблока «Влюблено». И мы познакомились, когда Сергей Митрохин, он тогда был депутатом Госдумы, возглавлял московское отделение «Яблоко», он собирал под выборы команду и каких-то вот искал молодых там активистов, которые могли бы как-то организовать избирательную кампанию. Вот он меня взял помощником и Навального взял помощником. Так мы и познакомились. И с тех пор наши политические пути развивались параллельно. Мы несколько лет, вот с 2001-го по 2007-й год, лет шесть, мы работали в одном кабинете за соседними столами. У нас, кстати, политически было много разных споров, потому что я все-таки человек такой более левых взглядов, он более таких право-консервативных. И, например, когда там случались европейские выборы, мы, как правило, поддерживали разных кандидатов, и у нас завязывались очень интересные политические дискуссии. Но вот именно в европейском понимании дискуссии такие дебаты в европейском плане. Потом Навальный стал проводить дебаты, большие клубные дебаты. Я помогал ему тоже с организацией, сам был участником этих дебатов. Потом мы начали создавать параллельно молодежные организации. У меня было движение «Оборона». Он вместе с Машей Гайдар создавал движение «Да». И мы все время как-то старались друг другу помогать и друг друга поддерживать, потому что… Ну, там, мы политики одного поколения более или менее. Он постарше немного, но тем не менее. Мы воспринимали друг друга как политики одного поколения. И у нас всегда, знаешь, как будто был такой заговор, что вот есть старики, которые уже, наверное, ничего особо не добьются, и нам как-то нужно потихонечку, потихонечку, вот, значит, менять оппозицию, делать там, омолаживать ее, делать более свежей, как-то вот предлагать другую культуру, другую политическую моду. И как-то вот мы все время так. Как будто переглядывались и как будто плели некий такой заговор о том, что надо менять российскую политику. Ну и, на самом деле, в значительной степени в итоге и поменяли. Потому что… Ну, Навальный в большей степени, я в меньшей. Но, мне кажется, вот начиная с нулевых, мы сформировали какое-то новое политическое содержание на оппозиционном поле, начиная с митингов в защиту свободных выборов декабря 2011 года и дальше. Это уже совсем другая история, совсем другая глава истории нашей страны. — Навальный часто вспоминает участие в «Русских маршах» и называет националистом. Как ты к этому относишься? — Я критиковал его за это, мы спорили по этому поводу. Я говорил, что мне это кажется ошибкой. Навальный всегда говорил… И на самом деле, вот сейчас, спустя время, я в целом склонен с ним согласиться. Он говорил о том, что в России всегда будет пласт людей с ультраправыми взглядами. Людей, настроенных гиперконсервативно, людей националистических убеждений. И отдавать вот этот вот пласт избирателей на откуп каким-то там отморозкам является ошибкой. Поэтому в России надо формировать нормальное такое национал-демократическое движение. Что он и пытался делать? Вот он там искал каких-то политиков на правом фланге, с которыми можно вот мутить какие-то разные такие правые проекты. У него был вот проект, если ты помнишь, «Движение народ». Такой вот уже такой национал-демократический проект. И мне это никогда не было близко. И я спорил с ним и критиковал его за это. Но я в целом принимал его аргументы. То, что надо националистическое движение втаскивать в какое-то конституционное правовое поле и делать так, чтобы оно перестало быть маргинальным. В принципе, эти аргументы мне понятны. Чтобы националист был... Типичный националист — это там парламентский политик в галстуке и со значком на лацкане пиджака, а не отморозок бритоголовой с бейсбольной битой. Вот в чем была идея Навального. Я никогда не хотел заниматься этой работой. И никогда не хотел в это погружаться. Но то, что Навальный это делал — это была часть его, в общем, политической стратегии. Идея была в том, что если пустить это все на самотек, вот это националистическое движение, то там так и будут отморозки какие-то бритоголовые с бейсбольными битами. А если находить и взращивать на этом фланге каких-то цивилизованных лидеров, то это может быть нормальная, вполне цивилизованная такая правоконсервативная сила, которых сейчас хватает, на самом деле, в европейских парламентах. И ничего страшного в этом нет. Вот в чем была идея Навального. Тебе предлагали отказаться от поддержки Навального? В обмен на то, что твоя политическая карьера из андеграунда может переместиться куда-то повыше. Как это было? — Ко мне приехал старый мой приятель, который работал на последних выборах с новой партией под названием «Новые люди». — Нечаева. — Да. И он очень смешной приехал. Он там был одним из политтехнологов. Приехал со словами, что я обо всем договорился. Все решил, все в порядке. И я даже, честно говоря, сначала не понял, потому что я не просил его ни о чем договариваться. Мы с ним не виделись-то до этого, там, пару лет. Выяснилось, что, значит, они хотят пригласить меня в список правого дела. По-моему, речь шла... Я уже не помню, честно говоря, точно. По-моему, речь шла о том, что я возглавлю московский список правого дела, новых людей на выборах в Госдуму. Ну и, соответственно, это проходное место с высокой вероятностью, что я получу место в Государственной Думе. И, в общем, для этого не так много надо было. Просто публично как-то доказать, что я, в общем, свой парень, готов конструктивно сотрудничать. Ну вот, в частности, по-моему, они хотели, чтобы я рассказал о том, что, конечно, Навальный не голодает. Это все фейк, и вообще, как бы, не стоит придавать этому большое значение. Ну, то есть, грубо говоря, публично отречься от Навального. Продать жопу. Можно и так сказать. Во-первых, честно говоря, меня самопостановка вопроса оскорбила. Потому что, ну, то есть, если ты мне такое предлагаешь, значит, ты допускаешь, что я, в принципе, торгую жопой. Просто, как бы, вот мне еще цену не назначили. Ну, то есть, мы с тобой знакомы уже столько лет, и ты всерьез допускаешь, что я готов такое предложение рассматривать. Ну, мне это просто показалось оскорбительным. Что я, собственно, достаточно эмоционально ему и сказал в ответ. А во-вторых, я же, конечно, понимаю, что это все эти разводки... Ну, это, ну, просто... То есть, сколько раз мы наблюдали, когда люди продавали жопу и оставались как бы в очень неприятном положении, потому что ничего в итоге не получали. И я понимаю прекрасно, что если ты продашь жопу, то кому ты нужен, ты будешь с этой проданной жопой. Все, что у меня есть, извини, это как бы моя честь и мое достоинство. И попытка выкупить у меня мое честь и достоинство оставит меня с тем, что у меня просто ничего не будет. — Ты сразу отказался? — Абсолютно сразу. То есть я реально это воспринял как оскорбление. Мы с этим человеком прям вот поругались. — У тебя были какие-то иллюзии по поводу партии «Новые люди»? — Да нет, а какие тут могут быть иллюзии? Я прекрасно понимал, что эта партия создана в кремлевских пробирках. Я прекрасно понимал, как это все работает. И они, в общем, оправдали такие... Все, мне кажется, я правильно понял тогда. — Отрывок из твоего интервью. С Украиной Путин вел себя всегда одинаково. Он считает ее российской вотчиной, зоной российских интересов. И, судя по его политике, никогда не верил в то, что у Украины есть суверенитет. Кажется, как будто это твое свежее интервью. А это интервью 2012 года, после того, как Путин вернулся. И дальше ты продолжаешь. «Путин продолжит политику газового шантажа Украины. Возвращение Путина в Кремль — это плохая новость для украинского народа». — Как в воду глядел? — Все настолько было понятно уже десять лет назад? — Мне кажется, да. На самом деле, это стало проявляться, вот это раздражение Путина к Украине начало проявляться после 2005 года, когда случилась оранжевая революция, когда Ющенко стал президентом, победив кандидата, которого поддерживал Кремль, то есть Януковича. — На перевыборах? — Там был третий тур, там был первый тур, второй. Потом, значит, добились, чтобы был третий тур. И это все было очень драматично, с уличными протестами, с расколом элит. И так, как у нас практически не бывает. И для Путина это все было очень раздражающе. Потому что там были российские деньги, там работали российские политтехнологи, и огромные усилия были направлены на то, чтобы не допустить в Украине оппозицию к власти. И они проиграли тогда. И после этого курс Путина в отношении Украины радикализировался. Потому что риторика Ющенко для Путина была неприемлемой. Риторика про некую самостийность Украины, про особую культуру, про особый путь Украины, про суверенитет Украины. Все это Путину очень не нравилось. И на короткий период времени там было послабление, когда на следующих выборах Янукович все-таки выиграл. Но в целом вот этот вот вектор к 12-му году был уже, конечно, очевиден. Разумеется, я не мог представить, что начнется война в 14-м. Мне это в голову не могло прийти. Как и сейчас, в 22-м году, мне казалось таким все-таки совсем уж невероятным сценарием, что начнется полноценная война. Но уже тогда, в 12-м году, все тенденции были вот налицо. — Одна из причин официальных, почему война началась — в Украине, по мнению российской власти, есть неонацисты. Есть ли они там? — Да уверен, что есть. А где их нет? — В России, что ли, нет неонацистов? — А есть? — В Европе, что ли, нет? Конечно… Слушай… — В России есть? — Ну, конечно, есть. Везде есть. И… Слушай, господи, возьми Жириновского, недавно почившего, как он себя вел и какие лозунги он выдвигал. Вспомни, чем занимался Рогозин в молодые годы. — Слава России! — Слава России! — Посмотри на некоторых бойцов, которые сейчас… Сейчас я наговорю на какой-нибудь там фейк и так далее. Конечно, есть. В любой стране есть неонацисты. Где-то больше, где-то меньше. Но это не повод страну бомбить и отправлять туда танки. Потому что неонацисты в Украине не являются какой-то определяющей политической силой. Вот за все годы единственная такая радикально правая партия, которая была представлена в украинском парламенте — это партия «Свобода», которая находилась в парламенте, по-моему, то ли два, то ли три года после революции достоинства в 2013 году. — Это партия Тигнебока. — Да. По-моему, там перевыборы были, по-моему, там всего чуть больше двух лет она находилась в парламенте. Никогда не было там ни правого сектора, запрещенного, признанного в России экстремистской. Свобода больше никогда не проходила в парламент. Ну да, там какие-то отдельные мандаты получали ультраправые политики, но никакой организованной неонацистской силы в украинском парламенте никогда не было. Поэтому, мне кажется, это ложный аргумент. Всегда можно в любой стране найти каких-то там отморозков, там, да, показать их, вот, смотрите, там, неонацисты. Пишу теперь войну объявлять из-за этого в стране. Во-первых, украинские неонацисты, как мне представляется, это проблема украинского народа. При чем здесь вообще Путин? При чем здесь военная там спецоперация, которую он начал? Почему мы исходим из того, что у нас есть право вмешиваться в дела другого государства с помощью военной силы и навязывать там какую-то повестку? Слушай, неонацистское государство, они, вы, конечно, меня извините, но Зеленский не скрывает своего еврейского происхождения. Они Зеленского избрали президентом. Это что, нацистская страна? Я понимаю, конечно, да, там, Лавров нам рассказывал про то, что там у Гитлера есть там нацистские корни и так далее. Я не хочу в эту конспирологию погружаться, потому что это просто какой-то бред. Но Украина, я утверждаю, Украина не является неонацистской страной. То, что Путин использует это как повод для вторжения, это всего лишь повод. Причем повод такой очень грязный, повод ложный и абсолютно несправедливый. При этом ни капли не спорясь с тем, что ты сейчас говоришь, я когда готовился, нашел видео. Ты не помнишь, как ходил к Саюку Шустеру в 2008 году? Ты помнишь, что ты там говорил? Конечно помню. Ты говорил, что спускаешься по Андреевскому спуску и видишь, как там продают форму СС. Хватит, пожалуйста, реабилитировать нацизм в любом его виде для того, чтобы не портить им... Хватит это делать. Жутковато перекликается. Ну, опять же, этот кусок интервью вырван из контекста. Потому что, например, в том же году я, или годом позже, я писал примерно то же самое про Болгарию. Я приехал на Черное море в Варну и увидел на Черноморском побережье какой-то там пожилой человек торговал точно так же символикой нацистской Германии, какими-то свастиками и так далее. Опять же, такие вещи есть во многих странах. И о таких вещах, конечно, надо говорить. К таким вещам надо привлекать внимание. И не очень хорошо, когда такие вещи происходят. Но это точно не повод для того, чтобы страну бомбить. Это точно не повод, чтобы танки отправлять и сравнивать там города с землей. Три с лишним месяца назад война началась. Есть ощущение, что Запад от этой войны уже устал. Запад, который поддерживал Украину. Объясни, как политик, мне, человеку, который не понимает, это похоже на правду? Или я просто такие вещи на основном потоке вычленяю, и мне так кажется? Это похоже на правду. И Запад, конечно, проявил большую солидарность с Украиной в первые месяцы. Но поддержка Украины несет за собой большие социально-экономические издержки. В европейских странах растут цены, растет стоимость газа, растут издержки и социальные, и экономические. И из-за этого у европейских политиков начинают снижаться рейтинги. И возникает соблазн найти какое-то быстрое и простое решение очень сложной проблемы. И поэтому есть ощущение, что на Западе начинают немножко поддавливать на Зеленского, и говорят ему, ну давай уже как-то договорись с Путиным. Ну вот он там хочет забрать какие-то территории, которые он уже и так контролирует. Ну там вот, давай, уступи ему, и на этом все закончится. Лучше худой мир, чем добрая драка. На что украинские политики, как мне кажется, справедливо отвечают Макрону тому же. Ну если вы хотите отдать Путину какие-то земли, почему бы не отдать ему Прованс, например? Вы же не хотите рассматривать вопрос в таком ключе? Почему Украина должна отдавать Путину те земли, на которые он претендует? С какой стати-то? И на самом деле попытки умиротворить Путина и удовлетворить какие-то его запросы в стратегической перспективе, как мне представляется, ошибочны. Ну хорошо, сейчас вы отдадите ему там Херсон, Донбасс и так далее. А где гарантия, что это закончится? Где гарантия, что через два года Путин не захочет забрать Запорожье, Одессу, Киев, который они не взяли только потому, что не смогли взять. Не потому, что не захотели, а потому, что не смогли. И в этом смысле речь идет сейчас не столько о решении проблемы, сколько о ее заморозке. Ну так мы видели заморозку этой проблемы в 2014 году. Ну вот там умиротворили Путина, как-то там ему дали, как-то договорились, подписали минские соглашения. Ну и к чему это привело? К новой большой войне. Если сейчас Путина умиротворят и убедят Зеленского пойти там на какое-то соглашение, скорее всего, это приведет к большой войне через какое-то время, через два, через три года. Кто из мировых политиков грамотнее всех себя вел с Путиным? Сложно сказать. Не могу даже, честно говоря. Ну если прям вот сравнивать всех, да даже и Меркель тоже, наверное, нет. Все равно они как-то, понимаешь, европейские политики становятся политиками на основе гуманистических ценностей. Они всегда исходят из ценностей человеческой жизни, они всегда пытаются договориться, найти какой-то компромисс. Путин всегда это воспринимает как слабость. Поэтому, как ни странно, тяжелее всего Путину приходится не с европейскими политиками, которых он, как правило, считает слабаками, и которых, ну действительно, иногда переигрывает просто потому, что готов менять правила по ходу игры. А вот, например, с Эрдоганом Путину гораздо сложнее. С Лукашенко Путину гораздо сложнее. Потому что Путин меняет правила игры. Эрдоган меняет правила игры. Путин действует с позиции силы. Только Лукашенко тоже может сломать все через колено, понимаешь, арестовать какого-нибудь там топ-менеджера и начать шантажировать Путин. И ничего Путин с ним сделать не сможет. Опять же, я не могу сказать, что это там грамотно или неграмотно, но типичная ошибка европейских, западных политиков в отношении Путина в том, что они не понимают. Путин воспринимает уступки как слабость. Если ты пытаешься найти с Путиным компромисс и вот поговорить, ну давайте вот как-то о чем-то договоримся, Путин всегда воспринимает это как, ну все, поплыли. Сейчас я еще чуть-чуть надавлю и получу то, что нужно. Как ты относишься к паспорту хорошего русского? Я не знаю, может быть, стоит пояснить, что имеется в виду? Гарри Каспаров и другие люди, много лет живущие в эмиграции, предложили хитрую систему, по которой можно отличить тех граждан России, которые за войну и которые против. И вот тем, кому против, не блокировать доступ к цивилизованному миру в виде карточек, виз, инвестиций и всего остального. Вот. И рабочим названием было «Хороший русский». Мотивация этой идеи очень хорошо понятна. Люди, которые оказываются за границей, им приходится адаптироваться к новым условиям. Тяжело, особенно, когда вот действуют санкции, там, не имеешь возможности, там, карточку открыть, там, с визами проблемы и так далее. Очень хорошо понятно, почему такая инициатива появилась. Хочется немножечко бытового комфорта. Ты не понимаешь, ну, вот я же против войны, я там против Путина пост однажды написал. Почему вот меня тоже наказывают за то, в чем я вроде бы не виноват? Я очень по-человечески это хорошо понимаю. Но идея, мне кажется, очень ошибочной стратегически именно потому, что эта идея про себя. Не про страну, не про Россию, не про Украину, не про то, как остановить войну, не про то, как сменить Путина или, там, не знаю, создать демократические институты в нашей стране. Нет. Это история про то, что вот собрались иммигранты и пытаются придумать, как облегчить свою собственную жизнь. И, что самое важное, полбеды там, да, ну, то есть это нормально опять же, что люди пытаются как-то улучшить свою жизнь. Главная эта проблема в том, что они себя противопоставляют другим. Задача политика — искать точки соприкосновения и объединения. Эта идея, она сталкивает людей лбами. Потому что, ну, понимаешь, уехать из России могут представители народа. Сам народ никуда не уедет, ты не можешь вывести там, да, десятки миллионов людей, они все равно останутся. И называя себя хорошими русскими, ты как бы подразумеваешь, что все остальные русские, ну, как бы не очень хорошие, а то и вообще плохие. Я уж не говорю там про пояснения, которые давал Каспаров в своих интервью, про то, что все, кто остается в России, все несут ответственность там за войну, кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. Это вообще, мне кажется, ну, просто оскорбительная формулировка. И я, ну, там, я не буду скрывать, я это воспринял на личный счет, и меня эта формулировка лично задела. Ну, то есть, понимаешь, ты там остаешься в России, ты берешь на себя там приличные риски. Ты реально там понимаешь, что можешь каждый день, каждый день может оказаться последним на свободе. И скомфортно из-за границы тебе говорят, а ты тоже несешь ответственность за войну с Украиной. А ты тоже виноват в том, что Путин там отдал приказ и бомбит украинские города. Собственно, ну, то есть, честно говоря, в первый момент я даже прям оторопел от такой постановки вопроса. Ну, то есть, это ошибочное предложение с политической точки зрения, потому что оно раскалывает людей, оно сталкивает людей лбами. И это крайне неэтичное предложение, как мне кажется. — По-честному, ты же, когда увидел такое предложение, ты подумал о том, что ты не уезжаешь в том числе, чтобы так не потерять связь с Родиной? — Подумал. Но сразу одернул себя на том, что не надо всех мазать одним цветом. Да, потому что не все иммигранты занимаются вот подобной чушью. Есть много примеров людей, которые уехали из России, и приносят моей стране очень много пользы. — Кто, например? — Ну вот, например, у меня был помощник Михаил Моглов, который работал со мной в 2012 году, и из-за угрозы ареста по болотному делу он уехал, сейчас живет в Литве. Ну, человек живет своей жизнью уже там 10 лет, да? Но при этом он там работает с какими-то открытыми источниками, он работает с биллингами, он помогал вычислять участников группы убийц Немцова, которые не были даже следствием обнаружены. Ну, то есть человек делает много полезного, оставаясь за границей. Павел Елизаров — это муж Жанны Немцовой. Да, вот они в этом году поженились, но Паша — мой там старинный друг. Я его буквально на своей машине в 2012 году вывозил из страны, потому что он вышел с работы, ему позвонила сестра и сказал, «Паш, с тобой пришли, тебя вот дома ждут полицейские, тебя сейчас будут арестовывать». Он там сломал сим-карту, выкинул там, где-то переночевал, и на следующий день мы вывезли его из страны, и он уже 10 лет не живет в России. Вот в июле будет ровно 10 лет, как он покинул Россию, ни разу не был в России за это время. Человек огромную пользу приносит оппозиционному движению. Там программирует, какие-то сайты делает. В прошлом году сделал удивительную штуку. Обнаружил, что мэрия Лиссабона, в Португалии живет, мэрия Лиссабона передавала данные участников протестных акций россиян, то есть участники российских митингов в Португалии в поддержку Навального. — Слили данные? — Сливали данные российскому МИДу. И он там целую кампанию организовал, в итоге в Лиссабоне сменился мэр, понимаешь? — Из-за этого? — Ну, в том числе из-за этого. Был грандиозный скандал прямо накануне выборов, и оппозиция там поставила это в вину мэру, там он проиграл выборы. Поэтому, ну там, команда Навального, которая делает там сейчас там свою СМИ, которая там проводит, продолжает там проводить расследование. Люди приносят пользу моей стране. Они не противопоставляют себя тем, кто остался. Наоборот, там, да, я от всех этих людей, перечисленных от других людей, я получаю перечисленные сообщения. Там, Илья, чем тебе помочь? Илья, там, что нужно сделать, чтобы там как-то тебя поддержать? Мы не спорим, кто из нас хороший русский, кто плохой. Нет такого, знаешь, что все, кто уехал — хорошие русские, все, кто остались — плохие. Или наоборот. Вот те люди, которые занимаются чем-то полезным, в моем понимании это даже не русские, просто хорошие люди, которые достойны уважения. А те люди, которые пытаются столкнуть нас лбами, которые пытаются создать какую-то конфликтную повестку во время войны, когда, казалось бы, надо всем объединяться и надо искать точки соприкосновения. Вот те люди, которые в этот момент создают конфликты, им стоит поменять свою тактику. — Ты в политике с 2000 года. — Да. — Коротко ты можешь вспомнить, почему? — Конечно. Путин стал в 1999 году премьер-министром. И помнишь его эта знаменитая фраза «мочить в сортире»? — Да. И его избирательная кампания происходила на фоне вот этой милитаристской риторики, второй чеченской кампании. И люди это, на самом деле, с большим воодушевлением поддержали, потому что воспринимали Путина как человека, который, значит, чекист, молодой, уверенный в себе, сейчас он жесткой рукой наведет порядок. И мне как раз казалось, что это, скорее, проблема. Потому что лидер, который приходит к власти на вот такой милитаристской волне с такой риторикой, и на фоне того, что общество готово отказываться от свободы ради безопасности, мне казалось, что это закладывает очень такую серьезную бомбу замедленного действия под нашу страну. И я тогда вступил в партию «Яблоко», которая была единственной партией, выступавшей против войны в Чечне. Ну и вот втянулся. — Ты был студентом какого факультета тогда? — Политологии. — 22 года прошло. — Как говорил Оксимирон, я там не буду материться, я делаю хип-хоп уже больше 17 лет, это дольше, чем живут на свете все твои фаны. — 22 года. Что ты считаешь своей самой топовой позицией в политике за это время? — Ну, слушай, у меня не так много было позиций, потому что я все эти годы был в оппозиции, и меня почти всегда снимали с выборов. То есть вот когда я имел возможность участвовать в выборах, можно по пальцам руки-руки пересчитать. — Генерально самая топовая позиция — это председатель Совета депутатов Красносельского района. — Это единственная моя позиция. Если бы 22 года назад ты бы знал, что через 22 года все обернется так, что за эти 22 года тебе удастся избраться только на эту очень скромную должность. Ты бы продолжил этим заниматься? — Конечно. Потому что политика и успех в политике измеряются не только должностями. Это очень формальный подход. Каких ты там добился должностей. — Ну ты же понимаешь, что под должностью подразумевается возможность влиять на жизнь? — Разумеется. — А не погоны? — Слушай, мы в 21 веке живем. Сейчас у тебя может не быть никаких должностей, но возможность влиять на какие-то процессы, на общественное мнение у тебя может быть гораздо больше, чем у какого-то чиновника. Тебе ли об этом не знать? И я считаю, что я эти 22 года прожил не зря. И то, чем я занимался, я честен перед собой. Я делал то, во что я верил. Я никак не предавал свои идеалы и свои ценности. Мне кажется, я эти 22 года прожил достойно. — Ты в начале нулевых отказался брать деньги на политическую деятельность от Березовского и Невзлина? — Ну Березовский мне никогда не предлагал. — Есть текст? — Ну, может, я забыл уже, но с Березовским я никогда не знаком, не был знаком, и мы никогда с ним не встречались. А Невзлин тогда публично предложил поддержку, там, речь шла не про деньги, предложил поддержку, в том числе материальную некоторым российским молодым политикам, и у меня был разговор с одним из его помощников. — Это до дела Юкоса было или… — Нет, после. — После. — Юкоса уже сидел, а он уже уехал. — А он уже уехал. — Почему ты отказался? — Ну потому что мне хотелось сохранить независимость. Потому что я понял, что… Ну понятно, что он уже не был олигархом на тот момент. В том смысле, что он… Олигархия — это сращивание бизнеса и власти. Никакой власти у него уже не было. Он был представителем крупного бизнеса. И мне хотелось независимости, мне не хотелось, чтобы мои действия, мою политическую работу определяли люди, которые мне платят. Поэтому отказался. — Ты получал когда-нибудь деньги от людей из бизнеса? Больших публичных? Не те, кто донатит? — Нет. От больших нет. Самый крупный предприниматель, который помогал мне деньгами — это Дмитрий Борисович Зимин. Сейчас уже можно об этом говорить, потому что он недавно умер. Он действительно мне помогал. Но тоже это не были какие-то колоссальные суммы. — Когда это было? — Ну вот в семнадцатом году на выборах муниципальных он нам помогал. Но он там, я не знаю, дал нам что-то там около миллиона. То есть это тоже не колоссальные какие-то деньги. — Если Ходорковский сейчас предложит тебе финансовую помощь, ты согласишься? — Да нет, а мне не нужна никакая финансовая помощь. Ну то есть сейчас времена изменились, и сейчас для независимого политика нет вот такой дилеммы — брать там деньги у какого-то денежного мешка или не брать, или тогда не заниматься политикой. Сейчас, в общем, новые технологии, там, коммуникации с твоими сторонниками дают возможность тебе действительно быть независимым, потому что ты просто собираешь деньги через донаты на какие-то проекты. Ну вот тебе нужно провести избирательную кампанию, нужно на нее собрать там, допустим, три миллиона рублей. Ты просто публикуешь номер своего избирательного счета, и люди там маленькими пожертвованиями, там кто-то сто рублей, кто-то пять тысяч рублей, и ты собираешь необходимую сумму. Раньше такого не было. Сейчас много людей готовы поддерживать оппозицию деньгами. Те люди, которые сами не участвуют в протестах, не готовы как-то, там, не знаю, выдвигаться в депутаты муниципальные, но они хотят выразить тебе поддержку, они просто вот присылают там приемлемую для себя сумму. Так существовал ныне запрещенный признанный экстремистским ФБК, а так существуют многие некоммерческие фонды. И мне кажется, это прям круто, потому что это дает возможность тебе быть по-настоящему независимым. Ты не зависишь ни от кого, кроме твоих сторонников, которые поддерживают тебя деньгами. Поэтому при всем уважении к Ходорковскому, ну, мне не нужны его деньги. Сейчас ты живешь на донаты. Не совсем. Я… Мы с тобой в некотором смысле коллеги. У меня достаточно популярный ютуб-канал. Монетизация. Да, и я там зарегистрировался индивидуальным предпринимателем. Я получаю деньги. Ну, сейчас, конечно, значительно меньше из-за того, что ютуб ограничил монетизацию, но все равно я получаю деньги от монетизации, от донатов, ну, вот спонсорская подписка на канал, и, ну, мне вполне хватает. Это позволяет мне обеспечивать технически свой канал. Это позволяет мне оплачивать там работу двух моих коллег, которые, ну, отвечают за техническую работу на канале. Это позволяет мне жить. Ну, то есть нет никакой необходимости брать у кого-то деньги или просить. У тебя квартира на Красносельской. Это правда, что ты ее купил в том числе на то, что тебе пришло от Европейского суда по правам человека? Я предыдущую свою квартиру купил в частности на эти деньги, но там все-таки частично это была сумма. Европейский суд по правам человека выплатил мне компенсацию в 22 тысячи евро. Это было в шестнадцатом, по-моему, году. И в семнадцатом году я купил свою первую квартиру. В том числе благодаря этим деньгам. Так, а платили эти 22 тысячи евро тебе государство России? Совершенно верно. То есть реально вот государство России выполняет решение… Сейчас уже не выполняет. А вот до этого момента… А тогда выполнял. И Навальный получал много раз компенсацию от Европейского суда. Благодаря решениям Европейского суда я выиграл. И на самом деле это была достаточно комичная история. Я… нас задержали в 2011 году вместе с Навальным. И отвезли в спецприемник. И в какой-то момент ко мне приходит адвокат мой, Вадим Прохоров. И говорит, слушай, вот белый лист бумаги мне дают. И говорит, вот здесь надо поставить подпись. Я говорю, ну это же чистый лист бумаги. Он говорит, давай, мозги не делай, времени нет, подпиши. Я подмахнул и забыл. Проходит несколько лет, и мне звонит Навальный и говорит, ну поздравляю, мы с тобой выиграли в Европейском суде. Я говорю, подожди, я что-то даже не в курсе, что мы там судились. И выяснилось, что вот я эту бумагу подписал, а мой адвокат оформил жалобу в Европейский суд. И мы еще смеялись, что это был единственный в истории случай, когда подписанный белый лист бумаги привел не к тому, что ты теряешь деньги, а к тому, что ты зарабатываешь деньги. Хотя теоретически ты мог также подписать чистосердечное в убийстве человека на окраине Москвы. Поэтому очень важно доверять своему адвокату. Ты говорил, что демократия в России закончилась еще в 90-е. И вообще практически не начиналась. Это когда, в 93-м или в 96-м? В 93-м, я полагаю. По Белому дому полили? Когда стреляли по Белому дому. Я знаю, что очень разные оценки этого события. Но мне кажется, что без каких-либо иллюзий по поводу защитников Белого дома в 93-м году расстреливать Верховный совет танками означает… Ну, грубо говоря, был конфликт между законодательной и исполнительной властью, который закончился победой исполнительной власти, использовавшей силу военного оружия и расстрелявшей Верховный совет танками. После этого на руинах Белого дома была принята конституция и, разумеется, с перекосом в пользу исполнительной власти и в пользу президентской власти. Вот оттуда, мне кажется, и произрастают все проблемы, которые в итоге привели к тому, что мы имеем сейчас. — Еще ты говорил, что демократы 90-х себя дискредитировали тогда. — Ну, многие. Кто-то дискредитировал, кто-то не дискредитировал. Но в целом демократическое движение 90-х годов сложно назвать очень успешным. — Ты как-то рассказывал, что на Эльбрусе отдыхал вместе с Борисом Немцовым и Альфредом Кохом. — Я ничего не перепутал. — Все верно. — Нормально ли считать 90-е временем, когда демократия себя дискредитировала, а потом тусоваться с человеком, который, в общем, продавал Россию на аукционах? — Слушай, я напоминаю, что Немцов — мой близкий друг и товарищ, тоже, в общем, родом из 90-х. Он тоже был политиком 90-х. И ко всем из них можно предъявить разные претензии. Как мы с тобой говорили в начале, все очень неоднозначно. Но что касается… — Ой, кто так говорил. — Извините за этот штамп, да? — Я так не говорил. — Я тебе могу сказать следующее. Значит, Кох был очень близким другом Бориса, который нас, собственно, и познакомил. И у меня сейчас с Кохом хорошие товарищеские, можно сказать, дружеские отношения, несмотря ни на что. Когда мы пошли на Эльбрус, это была моя первая встреча с Кохом, и мы реально друг друга чуть не поубивали в первые дни. Немцов меня пригласил, говорит, вот там будет Кох. Я говорю, ну ладно, Кох еще там с этим Кохом. Ну ладно, ничего там, нормально, помиритесь. И мы пошли в гору, и вот реально первые два-три дня мы просто друг на друга бесконечно орали. То есть Немцов нас буквально вот там разнимал, потому что боялся, что просто мы там реально сцепимся. Я предъявлял там Коху и за залоговые аукционы, и за его участие в развале НТВ в 2001 году, когда он, собственно, там своими руками со стороны «Газпрома» выгонял журналистов, а я со своей стороны был участником митингов в защиту НТВ. У нас очень много было противоречий. Эти противоречия никуда не делись. И мы до сих пор, когда возвращаемся к этим темам, мы можем до хрепоты друг с другом спорить. Но я не считаю Коха вором и жуликом. Я считаю, что там, да, какие-то решения он принимал ошибочно, какие-то решения он принимал не такие, какие я бы на его месте принял. Но нас объединяет отношение к Немцову. Вот Немцов нас познакомил, да, и у нас есть вот совместная боль. Мы в 2015 году потеряли друга. И это нас очень сблизило, несмотря на все наши политические разногласия, несмотря на все наши противоречия, несмотря на то, что мы с ним никогда не придем к общему знаменателю ни по НТВ, ни по залоговым аукционам. Мы там можем, опять же, до хрепоты об этом спорить. Но есть вещи, которые нас объединяют по-человечески. Мне это кажется нормальным, потому что политика политикой, но есть еще и человеческие отношения. Да, представь себя. Немножко напомнил пламенный спич Олега Тинькова про Дмитрия Пескова. Ну ты сравнил. Слушай, ну ты сравнил Пескова и Коха. А для своего времени Кох не был Песковым? Ну, опять же, мне сложно судить. Я в это время в школе учился, как полагаю, и ты. Поэтому мне сложно оценивать. Но… Но если бы… смотри, а ты допускаешься… Еще важный нюанс, извини. Кох давно не находится у власти. Уже много лет Кох не находится у власти. Кох находится в оппозиции Путину. Кох критикует Путина так, как мало кто критикует. И Кох был заочно здесь арестован по сфабрикованному делу и находится в розыске. А Песков как работал на Путина, так и работает. Мне кажется, это такой существенный нюанс, согласись. Признаю, отличаюсь. Поэтому, какие бы, с моей точки зрения, ошибки Кох не совершал в прошлом, и какие бы у меня ни были претензии к Коху в прошлом, то, как он ведет себя сейчас, заслуживает уважения. Потому что это смело. И, кстати, если ты обратишь внимание на всех этих международных форумах, Кох сейчас сидит бок о бок с Киселевым, который… Журналист еще НТВ. Не тот вот Киселев, который сейчас про ядерные бомбы рассказывает. Евгений Киселев, с которым они были просто лютыми врагами. Но Путин всех примирил, понимаешь? Как ты думаешь, если бы ты так сходил прогуляться на Эльбрус с Владиславом Сурковым, мог бы найти с ним общий язык? На руках Владислава Суркова есть кровь. Владислав Сурков был одним из разжигателей войны с Украиной. Первой войны. И, насколько я понимаю, второй. На руках Коха никакой крови нет. Мои противоречия с Кохом заключаются в том, что он, с моей точки зрения, совершал политические ошибки. В 90-е годы и в начале 2000-х. Но совершать ошибки и разжигать войну, пачкать свои руки в крови — это совсем разные вещи. Поэтому нет, я не могу себе представить, что я с Владиславом Сурковым пошел бы куда-то там тусоваться или взбирался бы на Эльбрус. Этого быть не может. Из яблока ты ушел в 2008 году? Меня исключили из яблока в 2008 году. Если коротко, за что? Формально меня исключили за то, что я занимался антипартийной деятельностью и создавал внутрипартийную фракцию и сотрудничал с движением «Солидарность». Ну то есть, грубо говоря, за сотрудничество с Немцовым. По факту меня исключили за то, что я критиковал Явлинского и требовал его отставки после проваленных выборов 2008 года. Что ты думаешь про Григория Явлинского сейчас? У меня сложное отношение к Явлинскому, потому что, с одной стороны, я за многое ему благодарен. Это человек, который многому меня научил в политике. Я состоял в Яблоке восемь лет. И Явлинский — это человек, с которым я много что обсуждал, много чего спрашивал и действительно впитывал его опыт. Но, с другой стороны, мне очень обидно за Явлинского. Я злюсь на Явлинского, потому что свой огромный интеллектуальный потенциал он реализовал вот настолько. Почему? Я не знаю, почему. Но мне очень обидно и очень жаль, потому что Явлинский мог принести стране огромную пользу. Он действительно очень сильный, очень мощный политик, который мог работать на благо страны, приносить ей настоящую пользу, если бы чуть-чуть поумерил собственные амбиции. То, что он никогда не мог этого сделать, привело к тому, что вот к закату своей политической карьеры он оказался в такой незавидной роли, и над ним сегодня в основном все посмеиваются. И мне действительно… Я злюсь действительно на Явлинского, мы с ним иногда там ругаемся, иногда какие-то публичные у нас перепалки. Но главная эмоция в отношении Явлинского — это ужасная обида за то, что он вот так бессмысленно распорядился своим огромным потенциалом. Его прыжки на Навального от чего? Я думаю, что это зависть. Я думаю, что это человеческая зависть. Явлинский сам прекрасно понимает, что он свой потенциал не реализовал. И глядя на Навального, который, наверное, по мнению Явлинского, не такой умный, не такой талантливый, не такой сильный, но добивается гораздо большего успеха, мне кажется, Явлинскому очень обидно на это смотреть. Он тоже злится, и вот поэтому так реагирует. Но выглядит при этом так, что он, в общем, конечно, обслуживает интересы правящей группировки, и все это так воспринимают. — Что ты думаешь о Льве Шлозберге? — Лев — человек отважный. Лев — человек очень смелый. Ты знаешь, что в 2014 году он был одним из первых журналистов, которые начали говорить про потери среди российских военнослужащих. Он показывал… — Исторические журналистские материалы. — Он показывал могилы псковских десантников. Его за это били, подкарауливали, били. У меня хватает с ним разногласий. И потом… Иногда у нас тоже там случаются перепалки в каких-то там внутриполитических наших дискуссиях в демократическом движении. И у него ко мне хватает претензий, у меня к нему хватает претензий. Но главное, что я могу сказать про Шлозберга — это человек очень последовательный, и человек с очень правильными взглядами, и человек очень мужественный. Ты знаешь, что он тоже никуда не уехал, остается в России. И я это уважаю. — За что ты не любишь Максима Каца? — Я с Каца знаком больше десяти лет. И нас там связывает участие в разных политических проектах. Мы вместе были в координационном совете оппозиции. И я за эти годы видел Каца в деле. У меня к нему много всяких разных претензий и вопросов. Но я не буду сейчас об этом говорить и не буду разбирать, что называется, личное дело Каца — то, что идет война. И Каца выступает против войны. То, что Каца сейчас выступает против войны, мне кажется очень важным. Поэтому все наши размолвки, разногласия, обиды — все это сейчас отходит на второй план. Вот закончится война, и я с удовольствием там с тобой, с Кацем, с кем угодно обсужу, почему я плохо к нему отношусь, почему я не хочу иметь в нем никаких дел. Но сейчас, пока идет война, мы находимся по одну сторону. Каца много делает полезного сейчас для того, чтобы войну остановить. И его риторика, мне кажется, правильная, полезная. Поэтому я сейчас не буду ничего плохого говорить про Каца. Если возникнет когда-нибудь необходимость после войны в мирное время нам поспорить, подебатировать, мы к этой теме вернемся. Но сейчас — нет. Что ты отвечаешь людям, которые спрашивают? Илья Яшин, а что ты сделал как политик за все эти годы? Мы про тебя слышим уже 20 лет в самых разных видах, а вот что ты сделал конкретно для людей? Вот для того, чтобы у меня был ответ на этот вопрос, я и пошел работать в муниципалитет. Мне тогда многие говорили, кстати, включая Навального, что это как бы такое немножечко понижение планки. То есть ты вроде как занимаешься какой-то большой политической повесткой, говоришь о коррупции во власти, претендуешь на работу в Государственной Думе, а тут вдруг как бы муниципальная власть и так далее. И мне кажется очень важным, чтобы у политика был какой-то набор конкретных успехов, вот там, знаешь, багаж конкретных реальных дел, которые он сделал. Я за 20 лет говорил правду и называл вещи своими именами. Но помимо этого у меня есть вот некая там группа моих избирателей, которым я реально чем-то помог. Я помог там, не знаю, расселить аварийный дом и предоставить работникам ГБУ жилищник, которые там жили, легальное общежитие, чтобы они могли жить в нормальных человеческих условиях. Я организовал в своем районе, где я сам живу, систему депутатского контроля за коммунальными службами, таким образом, чтобы они нормально как-то работали, чувствовали гражданское давление. Я… Вот там есть профессор у меня в соседнем доме, на машину которого упал фасад. И если бы я не был депутатом… Разбило машину просто в хлам. И если бы я не был депутатом, то никто бы ему ничего не выплатил, никаких компенсаций. Ну я вмешался, мы нашли адвокат, я там направил несколько депутатских запросов, человеку вернули деньги за разбитую машину. Мы организовали там в районе социальное такси, которое уже четыре года возит инвалидов, пожилых там, многодетные семьи. Потом судебный иск из этого был, кажется. Да, но мы отбились, мы отбились. То есть там были претензии со стороны следственного комитета, потому что машина была выделена как служебный транспорт для главы муниципалитета, а мы сделали из нее социальное такси, и меня пытались подтянуть за то, что это злоупотребление полномочиями. Ну сами в какой-то момент, видимо, поняли, что это бред, и мы эти претензии отбили. Поэтому я горжусь тем, что вот у меня, несмотря на то, что я там много лет нахожусь в оппозиции, и у меня не так много возможностей и рычагов для того, чтобы делать что-то конкретное, тем не менее, даже в этих условиях вот у меня есть некий набор конкретных дел. И что важно, каждый год, когда я был главой муниципалитета, каждый год я публично отчитывался о своей работе. На своем YouTube-канале я вот просто там… Мы включали камеру, и я рассказывал. Значит, мы вот там проконтролировали благоустройство в таком-то дворе. Значит, вот мы расселили такое-то аварийное жилье. Мы добились выделения компенсации такому-то гражданину. Просто конкретно по пунктам рассказывал, что я сделал. И мне тоже кажется, что это важная часть политической культуры. Когда за политика голосуют, избирают на какую-то должность, он обязан систематически отчитываться и рассказывать, что он сделал. А не так, что ты за политика проголосовал, и на пять лет про него забыл. А через пять лет он к тебе вернулся и просит за тебя снова проголосовать. До войны ты выступил с очень громким заявлением, видео про Рамзана Кадырова. Почему ты решил это сделать, и как долго ты решался это сделать? Я говорю про Рамзана Кадырова уже не первый год. Когда убили Бориса Немцова, и когда стало ясно, что за убийством Бориса стоят кадыровцы, исполнители, которые были арестованы, отправлены под суд, и в итоге признаны виновными — это кадыровские боевики. Я, в общем, открыто про это говорил. Я в 2016 году написал и представил доклад, который назывался «Угроза национальной безопасности». В этом докладе я проанализировал политическую карьеру и путь к власти Рамзана Кадырова, и просто на пальцах объяснял, какую угрозу режим Кадырова в Чечне несет для безопасности нашей страны. И я к этой теме периодически возвращаюсь, потому что я действительно считаю, что кадыровский режим на Кавказе — бомбой замедленного действия, которая в перспективе может взорвать не только весь Кавказ, но и всю нашу страну. То, что Путин дает такие полномочия и такие возможности Кадырову, мне кажется стратегически колоссальной ошибкой. Ну, то есть это дает некий тактический результат, потому что, накачивая Кадырова деньгами, накачивая его там политической лояльностью, ты вроде как заморозил проблему Кавказа, и вроде как Кадыров удерживает ситуацию под контролем. Но в перспективе ты взращиваешь такого политического лидера, который в какой-то момент начнет диктовать волю всей остальной России. Собственно, он уже это делает. Кадыров живет вне российского правового поля. Кадыров абсолютно пренебрегает российскими законами. Демонстративно это делает. Кадыров устраивает вылазки и спецоперации не только внутри Чечни, не только на Кавказе, но и в других российских регионах. И ни полиция, ни ФСБ, ни сам Путин ничего не могут с этим сделать. И мне кажется, молчать про это абсолютно невозможно. В конце концов, я считаю, что Кадыров стоит за убийство моего друга. И молчать про Кадырова — это просто предательство по отношению к памяти моего погибшего товарища. Ты рассказывал, что за это время, с момента доклада — шестнадцатый год, кажется, он был. И до этого видео тебе ни разу не угрожали. Был только момент с Петербургом и пистолетом. Что это было? Когда подготовил доклад, я представлял его в нескольких городах. Мы организовывали презентацию в нескольких городах. И в Петербурге организацией занимался мой друг, мой товарищ Андрей Пивоваров, который сейчас находится за решеткой, как лидер нежелательной организации. У него суд сейчас начался. И Андрей организовывал, собственно, эту презентацию в Петербурге, в своем офисе. Он встретил меня у поезда, мы сели в его машину и поехали вот в офис, где должна была быть презентация. И на перекрестке мы остановились на светофоре. Перед нами стояла машина. И к ней демонстративно повстречной подъехала машина с номерами КРА. Это номера чеченского, так сказать, эстеблишмента. Кадыров Рамзан Ахматович расшифровывается. И из этой машины в машину, которая стояла перед нами, демонстративно передали пистолет. И, честно говоря, это выглядело, конечно, жутковато. — Прямо настоящий? — Ну, я не знаю, я же не подходил там, не спрашивал, настоящий или нет. Но прямо вот открылось стекло, и у нас на глазах машину, которая стояла перед нами, демонстративно передали ствол. И это выглядело, как некий такой, знаешь, перформанс. Вот некое разыграли перед нами театральное шоу с очевидным, явным намеком и посланием. Было неприятно. Но, с другой стороны, когда шел суд над убийцами Бориса, в целом, было не очень приятно. Был период даже, когда мне пришлось с охранником походить. Был период, когда я ходил даже в бронежилете. Вот он у меня до сих пор дома висит. Это где-то месяцев восемь, наверное, продолжалось. Ты восемь месяцев ходил в бронежиле? Ну, я не ходил каждый день, конечно. Потому что это очень некомфортно, особенно летом. Сейчас все выпирает там и так далее. Но, да, был период, когда, значит, мои друзья… Я, собственно, презентовал доклад. И мои друзья немного начали за меня беспокоиться. И ко мне пристояли человека, который, значит, за мной ходил, сопровождал. Примерно, ну, месяцев восемь, наверное. Полгода, восемь месяцев. Пока шел суд там и так далее. Поскольку я был свидетелем обвинения. Я выступал в суде там и так далее. И в какой-то момент вот этот вот человек, который меня сопровождал, заметил, что за мной ходят одни и те же бородатые мужчины. Такой характерной внешностью. И я рассказал об этом адвокату, который представлял семью Бориса Немцова. Он, в свою очередь, рассказал прокурору. Меня вызвали в МВД. Вот, объяснили, значит, что вот вам телефон. Если вот вы заметите каких-то там этих людей, сообщаете по этому номеру. Это был прям убойный отдел. На Октябрьской площади стоит большое здание МВД. Там убойный отдел. Нас туда вызвали для консультации. И объяснили, какой надо приобрести бронежилет. Значит, вот там сказали, где, куда надо поехать там и так далее. После видео, где ты собирал подписи про отставку, никакой реакции? Нет. Я, опять же, вот ты меня спросишь, а почему никакой реакции? У меня есть гипотеза, что кадыровцы пугают только тех, кто пугается. Ну, вот они там устроили этот перформанс с передачей пистолета. Ну, были какие-то там угрозы во время презентации доклада. Мне присылали там какие-то письма с угрозами. На презентацию в Москве тоже пришли там какие-то кадыровцы, пытались устроить драку. Ну, я же не перестал после этого говорить про Кадырова. Наоборот. Я там обращение к нему писал. У меня там открытое письмо к нему было в шестнадцатом году. Доклад презентовал там. Много чего делал. И, в общем, на суде выступал там, да. Ну, то есть, как-то не стал пятиться. Ну, а какой смысл тебя пугать, если ты не реагируешь? Ну, то есть, нужно как-то повышать ставки. А повышать ставки, они, очевидно, ну, пока, по крайней мере, не готовы. То есть, запугивание людей всегда имеет демонстративный характер. Задача запугать не только тебя. Задача на твоём примере – запугать всех остальных. И мне кажется, что очень важная вот роль, общественно-политическая роль моего доклада в шестнадцатом году заключалась в том, что… Ну, вот я тогда не стал пятиться и показал, что, ну, слушайте, можно не бояться Кадырова, можно его критиковать и можно презентовать доклады. И после этого ощущение, что общество как будто бы, ну, в некотором смысле, спало табу. Ну, то есть, до шестнадцатого года вообще мало кто про Кадырова, кроме «Новой газеты» чего-то говорил. Ну, там Кадыров, Немцов, там еще несколько человек, какие-то журналисты, там Игорь Каляпин. После шестнадцатого года критики в адрес Кадырова стало гораздо больше. Ну, то есть, люди поняли, что если ты критикуешь Кадырова, это не значит, что тебя обязательно убьют. Это не значит, что обязательно к тебе там приедут чеченские бандиты, кадыровские бандиты и возьмут тебя за горло. Нет, не обязательно. Путин понимает угрозу, о которой ты говоришь? Думаю, да. Думаю, понимает. Но Путин, в моем понимании, политик не очень умелый, я бы сказал. И понимая проблему, которую он своими руками создал, он не готов ее решать. Вот помнишь, как мы в начале разговора, ты меня спрашивал, в чем ошибка европейских политиков? Ошибка в том, что они, предлагая какие-то уступки, это воспринимается Путином как слабость. А когда Путин сталкивается с политиком, который разговаривает с ним на таком же языке, который тоже ведет себя как альфа-самец в политике, который использует язык силы в политической риторике, Путин пасует перед такими политиками. А Кадыров не знает вообще никакого другого политического языка, кроме языка силы. Он просто не обучен другому языку. И поэтому Путин, понимая проблему Кадырова, уверен, что Путину постоянно на него жалуются и ФСБшники, и полиция. И были абсолютно вызывающие эпизоды, когда, например, Кадыров отдавал, если ты помнишь, отдавал приказ своим подчиненным силовикам стрелять на поражение в полицейских из других регионов, если они будут действовать в Чечне без разрешения Кадырова. Ну то есть это прям фактически декларация о суверенитете. Ну ты можешь себе представить, чтобы там Бегло в Петербурге или, не знаю, там Дегтярев в Хабаровске или Собянин в Москве давал хабаровским, петербуржским или московским полицейским указание стрелять на поражение в полицию, которая приедет из других регионов. Это были вызывающие заявления по отношению, даже не к силовикам, а по отношению к российскому государству. И Путин это все проглатывал. Потому что он не знает, как решать проблему Кадырова. Он понимает проблему, но не знает, как ее решать. И ему очень не хочется признавать, что он эту проблему создал своими руками. Как ты думаешь, она может быть решена? Сейчас уже очень тяжело. Но Кадырова нужно убирать с политического поля так или иначе. То есть нужна какая-то спецоперация по его задержанию, необходимо привлечение его к уголовной ответственности, необходимо формирование в Чечне правительства народного доверия. Потому что в моем понимании, вот из того, что я знаю от жителей Чечни, из того, что я могу судить по каким-то козвенным признакам, власть и легитимность Кадырова в Чечне держатся исключительно на страхе. Люди запуганы. Реальный уровень поддержки Кадырова – это вопрос спорный, но, мне кажется, не очень высок. Все понимают, что с любым чеченцем Кадыров может сделать все, что угодно, некому заступиться. Нет никаких правовых институтов или механизмов, которые могли бы тебя защитить. Нет людей каких-то известных, которые могли бы за тебя заступиться. Поэтому в Чечне все молчат просто потому, что боятся. И какая-то должна быть спецоперация по задержанию Кадырова, и после этого формирование институтов местного самоуправления, проведение реальных честных выборов. Ну, собственно, это про все российские регионы, можно сказать. Как ты думаешь, у Кадырова есть амбиции стать президентом России? Нет. Думаю, что он прекрасно понимает. Это не тот кусок, который он может проглотить. Моя гипотеза заключается в том, что Кадыров готовится в перспективе создать на территории Северного Кавказа такой большой халифат, некое мусульманское государство, центром которого будет Чеченская республика, ну и, возможно, какие-то ближайшие кавказские регионы. Я думаю, он понимает, что… Ну, или рассчитывает на то, что в перспективе Россию ждет период какой-то политической нестабильности. И он, конечно, как никто другой к этой нестабильности готов, потому что у него есть тысячи вооруженных бойцов, организованных, натренированных, у него есть финансовые ресурсы, у него есть даже в некотором смысле международная поддержка среди некоторых арабских лидеров, с которыми он независимо от российского МИДа встречается. И Кадыров готовит себя к международной карьере, как мне кажется. Но это, конечно, уровень не общероссийский, а скорее вот создание некого такого мусульманского государства на российском Северном Кавказе и интеграция его в мусульманский международный мир. — Ты выпустил ролик про то, как тебя вербовал ФСБ. Любой может посмотреть, там подробная история. — 2005 год, если не ошибаюсь, или шестой. — Какой совет ты можешь дать молодым людям в России, которых либо продолжают, либо сейчас еще активнее будет вербовать ФСБ? Как себя вести? — Ничего нового я не скажу, я просто процитирую диссидентов советских времен. «Не верь, не бойся, не проси». Ты должен понимать, что эти люди неплохо подготовлены психологически. Они всегда будут искать твои слабые места, всегда будут на них давить. И когда они увидят твои слабости, они тут же будут давать тебе какой-то пряник. То есть история была в том, что у меня была девушка, которую задержали на акции протеста и должны были посадить ее на 15 суток. А тогда 15 суток — это казалось, что это вообще из ряда вон выходящее. И со мной встретился ФСБшник, которого мы знали. Он до этого допрашивал одного из наших парней. И начал как-то меня кошмарить, запугивать, что вот там с ней там сделают и так далее. И сказал, что для того, чтобы этого избежать, надо просто иногда со мной встречаться, иногда со мной разговаривать, ничего страшного нет. Ну и прям реально запугивал меня. Ну и я был вынужден согласиться для того, чтобы вот защитить девушку. И на следующую встречу, после того, как он меня закошмарил, на следующую встречу он пришел и протянул мне два билета в Большой театр. Говорит, ну вот сходишь с подругой в театр. Я отказался, конечно, от этих билетов, но меня поразило, насколько, понимаешь, вот они создают эти эмоциональные качели. То есть сначала он такой строгий палач, который тебя запугивает и грозит тебе там всякими карами. Потом моментально это меняется, и он уже твой добрый друг, он дарит тебе билеты. И вот эти эмоциональные качели, они создают ощущение абсолютной уязвимости. Совет очень простой. Не надо ни с кем встречаться. Не надо вести никаких неформальных разговоров. По возможности старайтесь этого избегать. Помните про 51-ю статью Конституции, которая дает вам право не отвечать ни на какие вопросы, не свидетельствовать против себя, отказывайтесь от сотрудничества и по возможности выносите это в паблик. Собственно, я соскочил с этого крючка благодаря Дмитрию Муратову. Главному редактору «Новой газеты», лауреату Нобелевской премии. Я тогда писал в «Новую газету». И в тот момент, когда я понял, что меня просто обложили со всех сторон, я пошел за советом к Муратову и говорю, ну что мне делать? Говорит, вот тебе газета, пиши. И я написал большой полосный материал обо всей этой истории. В подробностях, там, с именами, с локациями. Я все это описал. И он прислал мне злобную смску, этот ФСБшник. Сказал, что мы с тобой еще поквитаемся. И с тех пор не было ни одной попытки меня завербовать, не было никаких попыток вести со мной неформальные разговоры. Ну то есть, видимо, я у них там теперь фигурирую, как какой-то там отмороженный, с которым лучше не связываться, потому что он все будет об этом рассказывать на ютюбе и писать в газетах. Как его жизнь сложилась, ты не знаешь? Он ночами? Я не знаю точно, но мне кажется, не очень хорошо. Потому что когда вот у нас были с ним эти контакты, он был такой незасвеченный сотрудник, и мне казалось, что он как-то работает так непублично. Но после этого я несколько раз видел его на митингах. А на митингах это такая самая собачья работа по меркам спецслужб, насколько я понимаю. Потому что ты под камерами, ты не можешь заниматься никакой оперативной работой, ты везде засвечен. Поэтому, мне кажется, жизнь его сложилась... Ну, карьера его сложилась не очень хорошо. Возможно, я приложил к этому руку. Ты один из немногих политиков, про бурную личную жизнь которого всегда хорошо известна. Так случайно получается? Случайно. Или это такая намеренная суперпрозрачность? Нет, наоборот. Я не хочу прям вот суперпрозрачности в своей личной жизни. Так получается в силу того, что просто как оппозиционный политик, который живет в России, меня разглядывают под микроскопом. Взламывают переписки, организуют какие-то слежки, наружные наблюдения и так далее. Поэтому это не от хорошей жизни. Опять же, я не хочу превращаться в Путина, который делает свою личную жизнь некой сакральной тайной. Я понимаю, что если ты занимаешься политикой, любой какой-то публичной деятельностью, ты, конечно, должен отвечать на вопросы, в том числе про свою личную жизнь. Но трясти там своим нижним бельем я никогда не стремился. Ну, это не совсем так. Про Катю Муму и то, что ты попал в эту медовую ловушку, как рассказывают, ты написал сам. Ну а куда мне было деваться-то? То есть я понимал, что у них есть видео. Я понимал, что это видео будет опубликовано. И поэтому мне показалось правильным выбить у них этот козырь. Я вынужденно об этом рассказал. Поэтому, опять же, я же это сделал не для того, чтобы, знаешь, похвастаться или не для того, чтобы покрасоваться. Я это сделал для того, чтобы минимизировать ущерб от провокации, которая против меня была организована. А в итоге твое видео не показали? Слушай, его не показывали десять лет. В итоге перед свадьбой его прислали в сообщении в телеграм моей невесте тогдашней. И, видимо, это как-то предполагалось, что это как-то меня дискредитирует. Ну и потом оно появилось в каких-то телеграм-каналах. Ну, видео как видео, слушай. — Если кто-то не в курсе, конец нулевых, еще свободная Россия. — Ну ладно уж. Это был седьмой год, уже не такая уж свободная. — Нет, понятно, что нет. Но в сравнении с тем, что сейчас очень свободная страна, и группа оппозиционеров, и журналистов, и политиков, посадили на один крючок, не побоюсь этого слова, с одной и той же девушкой переспали самые разные люди, и это все было записано… — Ну где-то там было две девушки, где-то были там какие-то еще истории. — Где-то еще там была «Белая дорога», вот, и прочие вещи. Ты когда-нибудь… И Илья Яшин тоже был среди этих… — Ну извини, здесь нужно пояснить, что… Почему, собственно, десять лет при меня не показывали… Мое видео не было опубликовано. Потому что против меня провокация, в общем-то, не очень сработала. Там, от разных каких-то секс-игрушек я отказался, от кокаина, который, значит, они принесли, я тоже отказался. И поэтому единственное, как бы, чем вот меня пытались дискредитировать, это тем, что вот там было две девушки. Ну слушай, мне было 25 лет, я был не женат, я был свободен. И поэтому, как бы, это не очень работало. — Ты выяснял когда-нибудь, как сложилась жизнь Кати Мому? — Это выясняли французские журналисты, которые мне об этом рассказали. Они делали какой-то сюжет и приезжали, значит, брать у меня комментарии года четыре, наверное, назад. Насколько я знаю, она уехала в Испанию, они ее там нашли. Она вышла замуж, у нее родился сын. И она сделала себе пластическую операцию. Она сейчас не очень похожа на себя, но это она. Ну, в общем, все в порядке. — А пластическую, чтобы чуть-чуть забыть прошлое? — Я не знаю, я не общался же с ней после этого. Я могу только догадываться. — Какое-то время ты встречался с Ксенией Собчак. Ты офигел, когда к вам пришли с обыском, когда вы были вместе у нее в квартире? — Ну, это было неожиданно, потому что мне казалось, к ней прийти не должны, она в безопасности. Пришли по болотному делу, вот, собственно, по акциям протеста на Болотной площади, которые закончились разгоном. Ее не было там даже. Поэтому мне казалось, что к ней прийти не должны. А они пришли к ней, потому что в постановлении суда было указано, что это одно из мест моего жительства. Что неправда. Ну то есть я оставался иногда у нее в гостях, я там заезжал к ней, но это не было местом моего жительства. И поэтому, мне кажется, это была скорее такая акция устрашения. Ну да, конечно, на меня это произвело впечатление. — Как ты спустя время оцениваешь участие Ксении в тех протестах? Это было искренне? — Думаю, да. Думаю, да. Мы с Ксенией познакомились на трибуне митинга за честные выборы в декабре 2011 года. — Ты уступил ей место в выступлении. — Да, она стояла и мерзла, она как-то легко очень оделась. И мое выступление было раньше, и я вижу, что она мерзнет, и я ее просто пропустил вперед. И потом она пригласила меня на какую-то там свою передачу, ну и как-то мы начали с ней общаться и дружить. И за все эти месяцы... Я знаю, есть разные точки зрения, ее там многие критикуют и подозревают. Вот я с ней общался довольно близко, и за все это время ни разу у меня не возникла мысль, что она участвует в этих протестах неискренне. Мне казалось, она действительно увлеклась всем происходящим. Было ощущение какой-то, знаешь, истории, которая вот происходит вокруг нас и частью которой мы стали. И мне кажется, она по-человечески очень тогда увлеклась. Вот до того момента, когда это стало связано с какими-то серьезными издержками, с угрозами, с арестами, с обысками, до этого момента это все было очень, ну так, романтично, очень красиво и, мне кажется, очень искренне. — Участие в президентских выборах 18-го года — это договорняк? — Конечно. Конечно. И я разговаривал с Ксенией, когда она принимала решение. Она, собственно, мне звонила и спрашивала моего совета, моего мнения по поводу своего участия. Хотя нельзя сказать, что мы друзья. То есть мое мнение не является для нее определяющим, но она посчитала нужным узнать мою точку зрения. И я довольно откровенно ей сказал, что мне это видится ошибкой. Потому что к тому моменту, к 18-му году, она стала довольно успешной журналисткой. Она брала очень резонансное интервью. Она сделала себе очень хорошее, доброе имя на телеканале «Дождь». И, наконец, избавилась от вот этого всего там «Флёра с домом-2», там «Блондинка в шоколаде». Люди про это забыли. Я говорил Ксении, что если ты ввяжешься в эту игру, все же понимают, что это договорняк. И все понимают, что администрации президента твоего движения нужно для того, чтобы нивелировать снятие с выборов Навального. Если ты согласишься на эту роль, во-первых, тебя обязательно обманут, что бы тебе ни обещали. Я не знаю, что тебе обещают, но тебя точно обманут. Они всех обманывают. До этого они Прохорова обманули. Так всегда было и так всегда будет. Для тебя не сделают исключение. Тебя точно кинут. Это во-первых. Во-вторых, ты испортишь себе репутацию. Вот всё то, что ты с таким трудом по кирпичику собирала последние годы, вот вся репутация, которую ты собирала, она развалится. И ты снова станешь антигероем. И я искренне, абсолютно, несмотря на то, что у нас, ну, в общем, непростые были отношения, я из абсолютно добрых, хороших побуждений старался объяснить ей своё видение, почему мне это кажется ошибочным. И мне действительно искренне жаль, что она не прислушалась к моим аргументам. — Как ты думаешь, почему? — Я не знаю. — Она не объяснила, почему она... Я всё-таки... Илья, я тебя услышала, но... — Она говорила, что... Ну, то есть она говорила мне то же самое, что она говорила публично, что это возможность заявить какие-то важные вещи в публичном пространстве, что это доступ на федеральное телевидение, что это всё-таки участие в легальной политике, что, возможно, положительный результат на этих выборах откроет возможность для регистрации какой-то там новой либеральной партии, и, соответственно, многим людям даст возможность участвовать в парламентских выборах. Ну, она проговаривала те аргументы, которые она использовала и публично. Ничего такого эксклюзивного она мне не говорила. Но я как бы старался ей объяснить свою точку зрения и говорил, что мне кажется, ничего не выйдет, а репутацию ты свою испортишь. — Ты не так давно женился и довольно скоро развёлся. Я не знаю, захочется говорить, почему или нет. Это твоё дело. Меня интересует другое. Тоже общественно-политическое, а не личное. Твоя бывшая жена Вера Масуэлян, солистка группы «Алоэ Веры» давала как раз Ксении Собчак интервью, в котором рассказывала про то, в чём именно вы разошлись. И она приводила в пример историю, когда у неё слили её интимные фото и видео. Когда слили это видео, она довольно иронично на это отреагировала, она там стала постить у себя в соцсетях. В общем, открыто про это каким-то образом говорить. Её цитата. «Когда слили переписку, и ты делаешь видео, где об этом рассказываешь, тебе кажется, что ты тем самым защищаешь этого человека и помогаешь ему. А он тебе говорит, ты сейчас на стороне моих врагов, потому что ты рассказываешь об этих вещах. Мне кажется, это сила выйти и сказать, да, мои видео опубликовали, и я к этому отношусь так. Для меня это сила, а для него — слабость». — Разве её поведение — это не сила? — Сила, конечно. — Почему тогда? Ты был против? — Да я не был против. Просто мне казалось, что не стоит вообще про эту историю говорить и упоминать, потому что если бы мы сами про эту историю не начали говорить, никто бы её просто и не заметил. Потому что когда эти переписки появились, по большому счёту никто их и не заметил, пока вот мы сами не начали об этом говорить. Но, опять же, это точно не было причиной нашего развода. Но там были какие-то споры на эту тему, и я абсолютно спокойно отношусь к тому, что сделала Вера. — Ты понимаешь, что ты сейчас противоречишь, потому что ты рассказал про свой опыт того, что ты выбил этот козырь, рассказав про Катю Муму, а через десять лет похожая ситуация случилась с твоей женой? — Слушай, давай, и вот… — Просто это непоследовательно. — Абсолютно откровенно. — Это непоследовательно. — Вот говорю с тобой абсолютно откровенно. Это болезненная для меня тема. Это тема, которую я достаточно тяжело переживал вместе со своей бывшей супругой. — Просто слитые фотки. — И слитые фотки, и слитые переписки, и многое. И тот резонанс, который вокруг этого возник. На самом деле, мне бы, конечно, хотелось… Я попытался, откровенно говоря, сказать. Но честный ответ заключается в том, что для меня это очень болезненная история. И мне очень неприятно об этом говорить. И я понимаю, что в этих спорах, наверное, я во многом был неправ. И было больно, неприятно и так далее. Я не претендую здесь на какую-то, знаешь, истину в последней инстанции. И у меня нет готовых ответов на все вопросы. Да, мне было неприятно, что это все обсуждается. Да, вера действовала в своем понимании. И в этом была и сила, и в этом была определенная последовательность. Не знаю, кто из нас больше это переживал. И у нас не было понимания по этой теме. Но вот так иногда жизнь складывается. Иногда ты должен быть там последовательным и должен как-то вот гнуть линию. Но не всегда это получается, представляешь? Потому что все живые люди. Но тебе не кажется, что вот таким подходом ты немножко вот такого дубового политика превращаешься? Который забывает о том, что… Возможно. Самоирония — это, в общем-то, лучше броня. Возможно. Возможно, ты прав, теоретически. Ну, на практике вот я отреагировал так, как я отреагировал. Знаешь, там, спустя время, сколько там уже прошло, почти год там, да, я вот могу с тобой обсуждать и соглашаться с тобой и так далее. А в моменте это было сложно. Ну, сложно. Не всегда, знаешь, не всегда ты принимаешь правильные решения, даже когда ты считаешь их правильными. Мне казалось, что не стоит эту тему вообще раздувать. Вот не стоит вообще-вообще ее касаться. Это какая-то грязь. Это абсолютно там вот прям совсем зашквар с их стороны. И касаться этой темы — это значит помогать им эту тему вывести там в повестку и как-то ее там раздуть. Мне казалось, что просто надо сделать вид, что этого нет, и отгородиться от этого. Может быть, так надо было, а может быть, иначе. Черт его знает. Отвечает ли политик за содержание своих личных переписок? Ну, этот вопрос требует уточнения. Что ты имеешь в виду? Ну, наверное, отвечает. Появились переписки, в которых утверждается, что это переписки Ильи Яшина, например, с Леонидом Волковым. Это твои переписки? Там часть моих переписок, но часть инкорпорирована. Вот то, что касается Соболь и обсуждения там каких-то странных моментов касательно Соболь — это фальсификация. Ну, то есть они это делают периодически. Например, там в свое время они опубликовали какую-то переписку мою с Андреем Пивоваровым, которого я упоминал, и поскольку там не было никакого криминала, они в наш разговор вставили кусок, который нас как бы компрометирует. Вот здесь было примерно то же самое. Якобы я пересылал Волкову какие-то видео личного содержания про Соболь, снятые скрытой камерой. Разумеется, этого не было. Откуда у меня могут быть видео про Соболь, снятые скрытой камерой? То есть это не твое сообщение? Нет, конечно. Потому что у меня был вопрос, откуда у тебя компромет? Ну вот откуда у меня могут быть, на самом деле, откуда у меня могут быть видео про Соболь, снятые скрытой камерой? Ну, я же не знаю. Кто у тебя друзья? Кто присылает тебе в личку ссылки на Яндекс.Диск? Я думаю, что, разумеется, это было сделано спецслужбами, но для того, чтобы легализовать это видео, они таким образом решили создать такую легенду, что якобы оппозиционеры сами друг друга снимают, сами друг на друга собирают компромат. Но там же даже был разбор какой-то, я уж не помню, детали технические, но кто-то из активистов разбирал и доказал технически, что этот кусок был инкорпорирован в нашу переписку, и там достаточно грубо его инкорпорировали. Так что это фальсификация, конечно. А твои оценки, Люба Соболь, это фальсификация или нет? Мои оценки? Ну, ты не очень лестно о ней отзываешься. Как о политике. Я обсуждаю только то, что касается политики. Понимаю, мне кажется, Юра, что обсуждать все-таки частные переписки не очень корректно. Частные переписки, они бывают эмоциональные, они бывают такие не очень красивые, не очень приглядные. Мне кажется, это у всех происходит. Я в личных переписках иногда позволяю себе лишние эмоции, которые, наверное, не стоило бы себе позволять. И в отношении своих коллег, и в отношении других людей. И, наверное, мне не стоило бы этого делать. Но личные разговоры зачастую бывают более эмоциональны, чем разговоры на публику. Но, вот знаешь, был там эпизод, когда мне Кох позвонил и говорит, «Слушай, там вот один наш коллега по оппозиционному движению очень сильно на тебя обиделся, потому что вот он там прочитал то, что вы там с Навальным про него говорили, вот он прочитал твои взломанные переписки, и вот он почитал то, что вот как вы с Навальным про него отзываетесь, и, наверное, тебе стоит перед ним извиниться». Ну, понимаешь, в чем дело? Вот в моем понимании, если ты читаешь чужие переписки со взломанного телефона, то, наверное, ты должен быть готов, что ты там увидишь что-то, что тебе не очень понравится. И тогда не надо обижаться. А если ты не готов что-то такое прочитать, «Да какого черта ты лезешь в чужие взломанные переписки?» Просто не надо тогда это вычитать. Как ты относишься к расследованию про Кирилла Шамалова и акции «Сибура»? Это общественно значимый материал? Это общественно значимый материал, потому что… И он построен на целикомной информации из взломанной электронной почты? Я понимаю. Этот материал касается не личных оценок Шамалова касательно того, кого он, извини, как обозвал. Это касается общественных интересов. Это касается вопросов коррупции. Это касается вопросов государственных корпораций, к которым он имеет отношение. Это касается вопросов злоупотребления его личными возможностями с целью личного обогащения. Поэтому это действительно общественно значимая информация. Если бы это была история про то, что Кирилл Шамалов кого-то обозвал Сечина или назвал Бастрыкина как-то, тогда это был помощный материал. А как технически это возможно? Вот эти переписки — это WhatsApp или Telegram? Телеграм. Я не знаю, как это технически возможно. У тебя не было облачного пароля? У меня двухфакторная защита. По смс-ке? Да. Без облачного пароля? Слушай, вот я не очень в этом разбираюсь, но все, что нужно, вот у меня было установлено. То есть есть вот у меня товарищ, который мне вот объясняет, как это нужно сделать. Поэтому все необходимые меры безопасности я принял. Я подозреваю, что там, скорее всего, была сделана вторая сим-карта. И, видимо, как-то там через нее, через эту сим... Опять же, я не хочу в это вникать. Я еще раз убедился после того, как у меня взломали телефон, в такой банальной истине. Если ты занимаешься публичной политикой, особенно если ты занимаешься оппозиционной политикой в России, ты не должен говорить в частных разговорах того, что ты не можешь сказать публично. И на самом деле, вот если... Если уж все-таки там кто-то решит прочитать мои эти переписки, а многие люди так и поступили, то давай вот разберемся, а что, собственно, по итогам этих переписок мне предъявили. Вот у меня взломали переписки за много лет. Там, лет за шесть, наверное, да? Что из этих переписок следует? То, что я агент Госдепа? Нет. То, что я агент ФСБ? Ничего такого. Может быть, я беру деньги у олигархов? Никаких признаков. Вот что, собственно, выяснилось? То, что я иногда там кого-то называю мудаком? Ну так я могу в лицо сказать. За мной не заржавеет. То, что я с женой там ругаюсь и выясняю отношения. Ну так это вообще просто даже смешно обсуждать. Понимаешь? Про это мы даже не говорим. Понимаешь, вот извини, в сухом остатке все взломанные мои переписки указывают на то, что, по большому счету, мне и предъявить-то нечего. Вот в чем вы меня можете обвинить по итогам ковыряния в моем грязном белье за много лет, там, начиная, не знаю, с 2015-го, наверное, года? Что вы мне можете предъявить-то? Ну, например, то, что на и так выжженном поле, где оппозиционеров почти не осталось, ты набрасываешь на одну из своих коллег. Принимается претензия. Принимается. Еще раз, все, что можно мне предъявить, это то, что я иногда нелицеприятно отзываюсь о своих коллегах на эмоциях. Ну, откровенно говоря, я и не только могу как бы лично с человеком не очень красиво поговорить. И какие-то там, значит, ссоры с женой. Все. — Вы закрыли с Любой Соболь этот вопрос? Вы общались с ней после того, как эта история случилась? — Нет, Соболь ничего мне не писал. У нас нормальные абсолютно отношения, потому что она-то как раз прекрасно понимает, что, естественно, мы с Волковым ничего про нее не писали и не обсуждали. Потому что, ну, Люба — стрельный воробей. И она понимает прекрасно, как организуются подобные провокации. Она сама не раз становилась объектом провокации, поэтому... Ну, то есть мы после этого, разумеется, с ней общались. Она меня приглашала на какие-то проекты, мы там что-то с ней обсуждали. Между мной и Соболь — нет никаких проблем. — Давай представим, что Путин завтра куда-нибудь исчезает. Как будет проходить борьба за власть без него? — Я думаю, что если Путин по какой-то причине исчезнет, то год-полтора-два в России все будет очень плохо. Потому что власть, скорее всего, захватит силовики. Президентом, там, главой государства станет какой-нибудь одиозный, там, руководитель какой-нибудь силовой структуры типа ФСБ, там, или Росгвардии. И постарается еще больше закрутить гайки. Но проблема в том, что никакой легитимности у этого человека не будет. И против него будет настроено абсолютно все общество, против него будут настроены практически все элиты, и очень долго он удержаться не сможет. Ну, то есть будет достаточно тяжелый мрачный период, но после этого начнется такая широкая общегражданская волна протеста, которая приведет к переменам, которая сметет этого преемника Путина и приведет к тому, что в стране начнутся политические реформы. И в этот момент важно не повторить ошибок прошлого. В этот момент очень важно понять и осознать, что будущее России зависит от того, удастся ли нам поменять систему и создать нормально работающие демократические институты. Вот если мы снова повторим ошибку и решим, что надо просто избрать хорошего человека, доверить ему всю полноту власти, делегировать ему все полномочия и расслабиться. И пусть он за нас делает эту работу. Вот пусть он за нас создает прекрасную Россию будущего. Мы сделаем виток и вернемся опять к тому же Путину через какое-то время. Если же мы осознаем свою ответственность, если мы начнем создавать гражданское общество, если мы начнем создавать работающую реальную систему сдержек и противовесов, тогда у России появится шанс. Потому что любой человек, каким бы он ни был замечательным, каким бы он ни был идейным, каким бы он ни был прекрасным — это всего лишь человек. И если ты наделяешь человека огромной властью, для любого человека это очень большое искушение. Если ты не контролируешь главу государства, если ты не создаешь систему сдержек и противовесов, в итоге человек все равно испортится. Потому что человек так устроит. — На чем основана твоя гипотеза о том, что если кто-то захватит силовым образом власть, то это продержится год-два? Большевики сколько продержались? Или там другая ситуация была? — Ситуация другая. Там была гражданская война. И страна была совсем другой. Ну то есть не было нынешних технологий, не было таких социальных связей. Не очень корректное сравнение. Слушай, может быть, эта гипотеза основана на моей надежде. Может быть, я тебе рассказываю… Я же все-таки не политический эксперт. Я политик, который… Ну то есть… — Мечтает. — Да. Да, Юр, мечтает. Вот я могу тебе рассказать не про то, что там случится в результате тех или иных процессов. О том, как должно быть. И рассказывает о том, как я хочу, чтобы было. Потому что, мне кажется, для политика, для нормального политика, очень важно уметь мечтать. И очень важно дать людям надежду. Вот в чем мое отличие, например, от Путина и от тех людей, которые его сейчас окружают? Они говорят всегда, они говорят про прошлое. В лучшем случае они могут тебе что-нибудь рассказать про настоящее. Но их взор, их риторика, они всегда обращены во вчерашний день. Там они ищут своих героев. Там они ищут ценности. Там они ищут свои духовные скрепы. Все в прошлое. Они реально лишают нас будущего. Они лишают нас завтрашнего дня. Я уважаю прошлое моей страны. Я адекватно его оцениваю. Я понимаю, что были ошибки. Я понимаю, что были великие победы. Я уважаю прошлое моей страны. Но я хочу говорить про завтрашний день. Я хочу говорить о том, какой моя страна будет завтра. Я хочу, чтобы у меня была надежда на то, что моя страна будет нормальной, цивилизованной и обращенной к своим гражданам. Я хочу, чтобы в моей стране у власти были политики, которые конструируют завтрашний день. Они бесконечно цепляются за прошлое. Вот чем должны заниматься политики. Кто политик номер два и номер три в России сейчас? Номер два — Путин. Ну, после Навального. А политик номер три... Сложно сказать. Ты не иронизируешь сейчас? Ну, я считаю, что Навальный как минимум на одном уровне с Путиным находится, потому что... Ну ты масштаб, видимо, имеешь в виду. Масштаб, конечно. А я имею в виду все-таки влияние на процесс. С точки зрения влияния на процесс с Путиным сложно конкурировать, потому что в его руках находится вся мощь государственной машины. И в этом смысле у нас вообще один политик в стране. Нет никакого два и нет никакого три. С точки зрения масштаба личности, мне кажется, что Навальный, конечно, Путина превосходит. Потому что я сомневаюсь, что в такой ситуации, когда тебя пытались убить, ты чудом выжил. Вот вернулся бы Путин в Россию в такой ситуации. Ох, как я сомневаюсь. Если представить, что сейчас состоялись бы честные выборы президента России, какой топ-3 ты бы видел? Кандидатов? Да. Ну тех, кому тебе интересно было бы выбирать, слушать на дебатах и принимать решения. Ну топ-2 мне интересно было бы посмотреть на конкуренцию Путина и Навального. Вот это были бы интересные выборы. Честные. С равным доступом на телевидение, с настоящими дебатами, с публичными кампаниями, с уличными митингами. Ну давай, поконкурируй, Путин. Не так, как ты привык, когда вместо честных выборов ты посылаешь людей за решетку, ты отправляешь силовиков с обысками. Поконкурируй. Посмотрим, кто чего стоит. А как ты думаешь, был бы шанс, чтобы он выиграл? Путин? Да. Мне кажется, уже нет. Если выборы были бы по-настоящему честными, нет. Знаешь почему? Вот ровно по той причине, о которой я говорил. Потому что Навальный — это про будущее, а Путин — это про прошлое. И сам факт допуска Навального на выборы, даже с учетом всего сейчас происходящего, сам факт допуска Навального на выборы, сам факт возможности для Навального и для таких, как Навальный, говорить публично, легально обращаться к своим сторонникам — это был бы такой эффект открытой форточки. Такой бы свежий ветер просто подул нашу политику, что это просто смело бы всю эту труху в момент. Я думаю, что если бы мы получили реальную конкуренцию на честных выборах Навального и Путина, Навальный выиграл бы с очень приличным отрывом. Многие считают, что если Навальный придет к власти наконец, он будет мстить, он будет чересчур радикальным и в конце концов превратиться в Путина. Как ты относишься к такой гипотезе? Вот для того, чтобы этого не произошло, необходимо создавать нормально работающую демократическую систему. На вопрос «кто, если не Путин?» надо отвечать «что» вместо Путина. У нас нет задачи механически поменять Путина на Навального. Потому что если Навального наделить такими же полномочиями, какими сейчас обладает Путин, то в итоге действительно он превратится в Путина. Если меня наделить такими полномочиями, как Путина, я через 20 лет таким же Путиным стану. Тебя наделить такими полномочиями, ты тоже превратишься в агрессивного диктатора. Потому что, понимаешь, это природа человека. Если вокруг тебя все бесконечно говорят, что ты великий, что, значит, вот после Махатмы Ганди поговорить не с кем, и что все твои решения правильные, и ты великий геостротег, и все вокруг вообще ногтя твоего не стоят, ты в какой-то момент начинаешь в это верить. А если ты начинаешь в это верить, обладая огромной властью и имея доступ к ядерной кнопке, это становится опасно для твоей страны. Этого допустить нельзя. Эту ошибку мы повторить не имеем права. Поэтому, если Навальный станет президентом, то ответственностью общества станет формирование нормальной работающей системы сдержек и противовесов. Чтобы, если президент Навальный начнет там куда-то что-то пытаться злоупотреблять вдруг, независимый парламент его одергивал, независимый суд ему это запрещал, независимые средства массовой информации указывали бы на эти злоупотребления. Иначе никак. А если мы, независимо от того, кто это будет там Навальный, там Ройзман, Дудь или Максим Резник, не имеет значения. Независимо от того, кто, собственно, станет президентом, если мы наделим этого человека такими огромными полномочиями, у страны будут проблемы. Это та ошибка, которую мы допустили в 90-е, это та ошибка, которую мы повторили в нулевых годах, это та ошибка, которую мы не имеем права повторить, потому что это вопрос национального выживания. Нельзя больше верить в доброго царя. Мы затрагивали мельком это сегодня. Но вот если смотреть за тем, как твоя карьера складывалась, я лично для себя вот вижу одну из причин, почему там лично для меня, например, политика никогда не была интересна как работа. Как бы ты не артикулировал, и ко мне в том числе, и в каких-то своих примерах. Ты можешь активничать, ты можешь… Работам минусов просто полным-полно, там, начиная от того, что ты должен уметь договариваться с людьми, с которыми… — Которые тебе неприятны. — Не, потому что неприятны. За одним стол с ними садиться просто. И если ты не работаешь в политике, ты можешь себе позволить такую плаш, удовольствие, роскошь и все остальное. Если ты там как чуть-чуть настроишь свою жизнь, чтобы быть независимым, ты можешь позволить с негодяями, злодеями, маньяками не садиться за один стол, не звонить им по телефону и все остальное. — А вы должны это делать. — Это правда. Но вторая штука, которая просто угнетала бы меня, в том, что ты можешь быть активным, вроде все четко говорить, но при этом это может не конвертироваться ни в какой результат. — Это правда. — Если обстоятельства складываются так. Тебя не допускают на выборы. Большинство вещей, которые ты говоришь, они остаются словами. Правильными, логичными, четкими. Но словами они не превращаются в действие. Бывало ли такое, что тебя это демотивировало? Что заставляло тебя думать, нафига же я этим занимаюсь? — Конечно. Конечно. Да, слушай, это правда очень сложный путь, где очень многие люди проходят период выгорания, и многие люди уходят ровно по этой причине из политической деятельности. Я, конечно, тоже это переживал. Но несмотря на какие-то сложности, несмотря на вот эти все очевидные проблемы, я все равно чувствую востребованность свою сегодня в российской политике. Это не значит, что я, кстати, мечтаю заниматься политикой там всю жизнь. Это не значит, что вот моя жизнь тождественна политике, и я себя вне политической деятельности не вижу. Я вполне допускаю, что в какой-то момент я перестану быть актуальным, и чтобы не стать эдаким вот музеем, в нужный момент предпочту пойти ко дну. Если я пойму, что ну вот все, я как бы устарел, модель политика Илья Яшин устарела, ну я найду, чем себя занять. Я там, не знаю, пойду преподавать, буду там, не знаю, заниматься развитием какого-нибудь исторического ютуба, пойду в журналистику, в конце концов. Я найду, чем себя занять. Нет такого, что, знаешь, вот я там обязательно должен стать там президентом или хотя бы премьер-министром. И если не стану, то значит моя жизнь не состоялась и провалилась. Нет, я занимаюсь тем, что мне кажется важным, интересным и правильным здесь и сейчас. И я вот на сегодняшний момент, я чувствую удовлетворение от того, чем я занимаюсь. Я чувствую востребованность тех слов, которые я говорю, тех действий, которые я совершаю. И это, ну, это важное ощущение. Оно наполняет как-то мою жизнь смыслом. Тебе 38 лет сейчас? Скоро будет 39. Кем ты должен быть в полтинник, чтобы считать, что карьера и жизнь сложилась скорее хорошо? Это не зависит от того, какую позицию я буду занимать. Это зависит от того, что будет происходить вокруг меня. Если через 10-12 лет моя страна будет открытой миру, если она будет дружелюбной по отношению к своим гражданам, если она перестанет представлять угрозу для соседей, если в моей стране будут работать демократические правовые институты, я буду очень рад. Я могу вообще заниматься чем угодно. Я могу там, не знаю, сидеть в парламенте и принимать законы. Я могу работать в мэрии своего родного города. Я могу работать в администрации президента. Я могу работать в университете. Я могу работать в журналистике. Могу быть просто каким-то частным лицом и там жить своей частной жизнью, не публичной. Это второстепенный вопрос. Я хочу, чтобы в моей стране все было как-то нормально и по-человечески. И я хочу, чтобы мне в моей стране было там легко, приятно и комфортно дышать. Я хочу, чтобы в моей стране людей перестали убивать за политические взгляды, перестали сажать за политические убеждения. Я хочу жить в своей стране счастливо. Ни должности и ни политические позиции делают тебя счастливым человеком. Атмосфера вокруг — это условия для того, чтобы становиться счастливым. Финальная. В чем сила? Во внутренней убежденности. Если ты во что-то искренне веришь, если у тебя есть действительно твердая внутренняя мотивация, тебя ничто не свернет с пути. Это наделяет тебя огромной силой. Если ты убежден в своей моральной правоте, это наделяет тебя огромной силой. Но, кстати, есть нюанс. Потому что у этой силы есть как темная, так и светлая сторона. — Почти как сила в правде. — Это правда. Потому что твоя внутренняя убежденность в том, во что ты веришь, это не всегда может быть хорошо. Если ты веришь фанатично в какую-то чушь, человека ненавистническую, то твоя сила становится разрушительной и злобной. Но если ты веришь в какие-то добрые, хорошие идеалы, то твоя сила становится созидательной. Поэтому всегда очень важно как-то сверяться с этим внутренним маятником. — А как это делать? Человек, который начал войну в Украине, тоже сверяется со своими маятниками? — И, кстати, у него тоже наверняка есть внутренняя убежденность. — Сто процентов. — Именно поэтому на его стороне тоже есть сила. Это тоже надо понимать. Именно поэтому очень важно, чтобы рядом с тобой были люди, которые могли указать на твои ошибки. Главная проблема в Путина, как и главная проблема любого диктатора, который находится так долго у власти, рядом с тобой в какой-то момент не оказывается людей, которые могут тебе сказать, слушай, ты не прав, ты заблуждаешься. Вот то, что ты делаешь — это не про созидание, не про добро и не про свет. Чувак, ты войну развязал. Посмотри, сколько людей погибло. Что ты творишь? Не надо так делать. Рядом с Путиным, очевидно, нет таких вещей. Мы видели заседание Совета Безопасности, на котором все блеяли там, да, и под строгим взглядом Путина, терялись, не знали, что сказать. И это очень ярко проиллюстрировало, как сегодня работает система власти в нашей стране. Рядом с Путиным спустя 22 года не осталось ни одного человека, который мог бы ему сказать, Владимир Владимирович, вы не правы. Нет таких людей рядом с Путиным. Очень важно, чтобы рядом с тобой всегда были такие люди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова